В следующую секунду тело Титана Аллигатора растаяло и превратилось в черную струю жидкости, которая вошла в тело Стикса. Это был монстр уровня полубога, которого убил Линь Хуан. Он убил всех монстров уровня полубога на третьем уровне Бездны. Поскольку к нему уже присоединилась девятихвостая рысь, бойня длилась всего одно утро. Его полученные награды были довольно неплохими. Юноша активировал карту удачи и карту двойной награды, и в итоге, Стикс смог получить 16 марионеток уровня полубога, Алин Хуан получил 4 целые карты монстров, 2 духовных кристалла полубога, 6 реликвий полубога, 32 души полубога и 32 разбитых божества. 4 целые карты монстров – это 2 существа поглощающих души и 2 седовласых меченосца. 2 существа поглощающих души были монстрами злобного духа псевдомифического уровня. Они были невосприимчивы к большинству физических атак и были экспертами в духовных атаках. 2 седовласых меченосца также были злобными монстрами псевдомифического уровня. У них была мощная боевая способность на ближнем расстоянии, в результате чего они были на одном уровне с Ланселотом, который имел такую же боевую мощь. По сравнению с Ланселотом в целом у двух седовласых меченосцев было меньше защитных приемов. Их слоты были заполнены мощными боевыми навыками, хотя их боевой стиль ограничивался атаками с нулевой защитой. Линь Хуан остался очень доволен получением четырех целых карт из 16 монстров уровня полубога. После убийства 16 монстров уровня полубога Линь Хуана больше не интересовали оставшиеся монстры уровня императора. Он был слишком ленив, чтобы идти дальше, поэтому остался на месте, терпеливо ожидая, когда его найдут. Ближе к полудню два бойца фиолетово-золотого уровня императора вошли на третий уровень бездны. Один из них был толстым, а другой худым. На жирном лице толстяка его щеки казались дряблыми. Его живот был похож на шар диаметром полметра. Его рост был примерно метр семьдесят, но, судя по всему, весил он не менее трехсот фунтов. У тощего парня было желтоватое худое лицо. Щеки с обеих сторон были впалыми, а руки были настолько худыми, кто казалось, будто на них осталась только кожа. Его рост был около метр девяносто, но на вид он весил менее ста фунтов. Тощая обезьяна, тебе не кажется, что они слишком остро отреагировали? Он только на девятом уровне бессмертия. Не могу поверить, что они заставили нас двоих его ловить. Хэм. Толстяк хмыкнул, он явно недооценивал свою цель. Не будь безрассудным. Я слышал, что на этот раз цель – гений один в этом мире. Ты точно не можешь оценить все способности этого парня. Судя только по его уровню, худощавый парень был осторожен. Это просто мир гравия. Что с того, что он гений один? Его способности определенно ничто по сравнению с талантами монарха нашего племени жуков, презрительно ответил Толстяк. Даже если его талант соответствует уровню монарха, он все равно не сможет достойно сражаться с противником фиолетово-золотого уровня императора. В любом случае, он всего лишь на девятом уровне бессмертия. Талант уровня монарха сравним с мифическим уровнем протоса, и он эквивалентен четырежды мутировавшему монстру. Человек, обладающий такими качествами, является высшим гением в большинстве великих миров. В самом деле, невозможно, чтобы такой человек существовал в мире гравия. Однако цель, за которой мы охотимся на этот раз, призыватель. Я слышал, что у него есть существа уровня императора. Нам лучше быть осторожными, напомнил худой парень. Это даже хорошо, что он призыватель. У них плохие способности, и они зависят от своих существ. Чтобы справиться с таким парнем, все, что нам нужно, это поймать его, прежде чем он призовет своих существ. Боюсь, что с его девятым уровнем бессмертия, он не сможет даже увидеть наши движения. Если он уже призвал своих существ, то нам нужно будет взять их под контроль. Даже если мы сможем контролировать их всего секунду, поймать его будет проще простого. Более того, он всего лишь на девятом уровне бессмертия. Разве могут быть его существа такими, как мы? Какими бы могущественными они не были, мы сильнее. Похоже, толстяк был самоуверен. Худой парень подумал об этом и согласился, что, возможно, слишком много думает. Хорошо, мы сейчас на третьем уровне. Давайте приступим к делу. Толстяк кивнул и закрыл глаза, остановившись на месте. Он начал быстро выполнять сложные движения обеими руками. Вскоре над его головой медленно появилось гигантское красное глазное яблоко около метра в диаметре. Глазное яблоко выглядело наполовину реальным, наполовину поддельным. Оно было больше похоже на трехмерную проекцию. Однако это явно был не человеческий глаз. Это было больше похоже на глаз мухи. Повсюду были плотные миниатюрные глазки. Если бы кто-то, страдающий трипофобией, увидел это, у человека наверняка сразу же побежали бы мурашки по коже. Круги красного света начали растекаться, как рябь по воде, вокруг гигантского глазного яблока. Через пять-шесть минут толстяк внезапно открыл глаза. Он повернул голову и посмотрел в определенном направлении. Я нашел его. В следующую секунду глазное яблоко над его головой быстро исчезло. Тем временем он прыгнул и полетел в указанном направлении. Худой парень устремился за ним и внимательно следил за окружающей средой. Они пролетели пять-шесть тысяч километров. Через некоторое время толстяк сказал худому парню через голосовую связь. Он прямо перед нами. Его тяжелое тело быстро опустилось, как только он это сказал. Худой парень последовал за ним и вошел в долину прямо за ним. Контрастные силуэты летели на небольшой высоте. Один впереди, другой сзади. Вскоре они оказались глубоко в долине. Парни увидел молодого человека, сидящего, скрестив ноги, в пышном зеленом поле. Рядом с ним лежало чудовище, напоминающее тигра с острыми клыками. Но странным было то, что у монстра был хобот, похожий на слоновий. Тем временем молодой человек поднял голову и посмотрел на них. На его губах появилась улыбка, как будто он уже знал, что они придут, чтобы его схватить. Двум парням показалось, что их цель очень странно смотрит на них. Судя по его взгляду, не было похоже, чтобы юноша был обеспокоенным или неуверенным. Вместо этого в его взгляде можно было заметить презрение. «Этот парень Линь Хуан?» Спросил тощий парень, нахмурившись, чувствуя себя неуверенно. «Это он». Толстяк решительно кивнул. «Похоже, он знал, что мы приедем». Когда тощий парень сказал это через голосовую передачу, Линь Хуан, находившийся недалеко, сказал. «Ребята, вы очень долго. Я прождал вас все утро. И вас только два человека». Линь Хуан внезапно поправил себя, когда он закончил говорить. «Извини, я сделал ошибку. Я должен был спросить, вас только два жука?» Выражение лиц двух парней резко изменилось, когда они услышали его надменный тон. Они никогда не думали, что их личность будет раскрыта Линь Хуаном. Они посмотрели друг другу в глаза и увидели отражение ужаса. Тем не менее, они атаковали Линь Хуана одновременно без колебаний. Глава 1137. «Сделаю все» У самого худого и толстого был свой метод нападения. Худой парень прыгнул, как леопард, и в мгновение ока оказался перед Линь Хуаном, превратив свои 10 пальцев в металлические когти. Тем временем глаза толстяка стали кроваво-красными, и он выпустил из рукава до тысячи телекинетических летающих кинжалов. Они устремились к Линь Хуану, как шторм. Один отвечал за ближний бой, а другой за дальний бой. Такое сотрудничество довольно хорошо маскировало их слабости. Однако тигр-монстр с острыми зубами и длинным хоботом рядом с Линь Хуаном слегка приподнял голову и впился взглядом в парней. Они оба внезапно остановились. Казалось, что их заперли в пространстве, из-за чего нападавшие начали терять способность двигаться. Телекинетические летающие кинжалы, вылетевшие из рукава толстяка, казалось, потеряли свою силу и один за другим упали на землю. Мгновение спустя дуэт упал, и они потеряли жизненную силу. Линь Хуан ждал, пока Блади разберется с воспоминаниями после того, как Тапир поделился полученной информацией с Блади. Закончив изучать все воспоминания, Блади кивнул Линь Хуану. Они получили приказ от жука-стража схватить тебя. Больше никакой полезной информации нет. Они понятия не имеют, где прячутся королева-мать и жуки-стражи. А если бы они смогли меня схватить, куда они должны были меня отвезти? Сразу спросил Линь Хуан. Если бы им удалось это сделать, они бы связались с жуком-стражем, и он должен был назвать им место, куда тебя привезти, объяснил Блади. К сожалению, похоже, что жук-страж предполагал, что они могут провалить миссию, и он подумал, что их мысли могут прочесть, поэтому не стал раскрывать им много информации. Королева-мать должна была почувствовать их смерть, не так ли? Что будет делать племя жуков после провала этой миссии? Снова спросил Линь Хуан. Согласно их воспоминаниям, ты их главный приоритет. В этом мире гравиаты для них цель номер один. Если я не ошибаюсь, они пришлют более сильных монстров-жуков на второй захват в течение 24 часов. Мы не можем исключить возможность того, что они могут отправить жуков стажей. Тогда давай подождем, Линь Хуан приподнял бровь. Я надеюсь, что они пришлют стражников, чтобы нам не пришлось ждать третьего раунда. В высоком здании в третьем дивизионе мужчина в белой рубашке внезапно нахмурился. Практически одновременно с этим в комнате появилась дама в джинсовой куртке. Я думаю, ты тоже это почувствовал. А девушка вытащила леденец изо рта. Это два бесполезных тупицы. Человек в белой рубашке не мог не закричать. Он на уровне бессмертия, но они не смогли его схватить. Я предупреждала, что Линь Си не так прост, как кажется. Девушка снова засунула леденец в рот, скрестила руки на груди и продолжила. Судя по времени, когда они ушли, они должны были прибыть на третий уровень бездны как минимум полчаса назад. Другими словами, их время смерти наступило почти сразу после того, как они туда добрались. Думаю, что они были убиты Линь Си одним ударом. Ты хочешь сказать, что он сильнее уровня монарха нашего племени жуков? Вопрос явно был риторический. Он не верил, что способность Линь Хуана превосходит таланты уровня монарха племени жуков. Ты не должна забывать, что это просто мир гравия. Неужели нелепый гений из этого мира гравия не может превзойти таланты уровня монарха? Спросила дама, улыбаясь. Мужчина молчал, поэтому девушка снова заговорила. Более того, это человеческий мир. Их возможности превосходят большинство других видов. В этом мире гравия есть такие предметы, как сокрушитель богов, которые могут помочь человеку на уровне бессмертия легко убить противника уровня императора. Услышав это, мужчина в белой рубашке немного успокоился. Если Линь Хуан действительно использовал что-то типа сокрушителя богов, то у него была возможность убить противников уровня императора одним ударом. Итак, что ты планируешь делать дальше? Сдаться или отправишь туда полубогов? С ухмылкой спросила девушка, а затем взглянула на мужчину в белой рубашке. То, что он покинул императорский город, большая редкость. Если мы сейчас сдадимся, то не могу даже представить, когда у нас снова появится шанс. На этот раз я все сделаю сам, потому что я никому больше не доверяю, сказал мужчина в белой рубашке и достал куртку из шкафа. Одевшись, он сразу же призвал пространственный портал. Линься только что подвергся нападению. Сейчас он точно более внимателен, и значит поймать его будет сложнее. Более того, поскольку на него напали, он, скорее всего, вернется в императорский город сразу после перехода на уровень императора. Возможно, он уже возвращается в императорский город. Я должен использовать каждую секунду. У меня нет времени позволять другим добраться до него. Сразу после этих слов, мужчина вошел в пространственный портал. Какой нетерпеливый человек, девушка слегка улыбнулась. Когда пространственный портал исчез, ее тело тоже начало исчезать. Через пару минут у входа на третий уровень бездны появился человек в темно-синем костюме. Мужчина слегка прикрыл глаза и через мгновение открыл их снова. Его взгляд устремился в определенном направлении. Затем, через секунду, он исчез с того места, где был. Тем временем Линь Хуан, находившийся за тысячи километров от него, немедленно ощутил присутствие человека, просканировав местность своим божественным телекинезом. Однако юноша не стал паниковать. Вместо этого он слегка усмехнулся. Вскоре вглубь долины вошел темно-синий силуэт. Темно-синий силуэт остановился и завис на высоте менее 20 метров над Линь Хуаном. Он снисходительно посмотрел на парня. Мужчина в темно-синем костюме, хотя знал правду, спросил. Ты, Линь Се, ты так быстро пришел. Линь Хуан не ответил на глупый вопрос, который задал мужчина. Вместо этого он не спешил предпринимать меры, а пока просто наблюдал за человеком. Мужчина в темно-синем костюме выглядел довольно симпатичным. У него была такая кожа, которой позавидует большинство молодых девушек. Однако Линь Хуан хорошо знал, что настоящее существо под гладкой кожей, просто жук из другого мира. Ты знал, что я приду. Мужчина в костюме опешил. Конечно, старший приходит после проигрыша младших. Разве это не стандартный сюжет, который мы видим в романах? Поддразнил его Линь Хуан. Мужчина в костюме обрадовался, услышав это. Как раз тогда, когда он подумал, что Линь Хуан не разглядел его настоящую личность, Линь Хуан внезапно заговорил. Ты, должно быть, один из двух жуков-стражей королевы матери, я прав? Теперь, похоже, я наконец могу выяснить, где именно она прячется. Выражение лица мужчины стало мрачным после мгновенного шока. Он примерно понял, что произошло. Ты прочитал их мысли. Ты намного умнее, чем я предполагал. Линь Хуан, улыбаясь, показал ему большой палец вверх. Мужчина не стал продолжать нести чушь, зная, что его личность раскрыта. Он промчался на десятки метров вперед и приземлился прямо перед Линь Хуаном. Затем он замахнулся когтями к шее Линь Хуана. Глава 1138. Твоя атака меня разочаровала целью Базби было не убить Линь Хуана, а поймать его живым. Как жук-слуга королевы матери, он хорошо знал, что для разведения высшей элиты материал должен быть живым человеком. Хотя королева-мать могла разводить потомков племени жуков с помощью различных трупов, но по сравнению с размножением с использованием живого человека, их память и наследственность будут ограничены. Также было совершенно невозможно разводить высшую элиты с помощью этого метода. Для Базби Линь Хуан, несомненно, был лучшим материалом во всем мире гравия. Хотя он был в ярости из-за того, что его личность была раскрыта, он никогда не думал об убийстве Линь Хуана. Поскольку все, что ему нужно было сделать, это поймать его живым и доставить к королеве-матери для разведения, а секрет, естественно, умрет вместе с ним. Его атака казалась быстрой и безжалостной, но напрасной. Он это делал только для того, чтобы поймать Линь Хуана. Когти приближались к Линь Хуану, но на расстоянии в несколько метров они замерли. Противник больше не мог двигаться, как будто все пространство было обездвижено. Следует отметить, что, хотя текущая боевая мощь Линь Хуана была только на 10 уровне бессмертия, его способности были сопоставимы с силой фиолетово-золотого уровня императора. Однако, несмотря на это, у мужчины не было возможности сопротивляться. Различие между уровнем императора и уровнем ложного бога было похоже на огромный ров, который нельзя было просто пересечь. Базби попытался растопырить свои пальцы, протянул свою огромную руку и направился к Линь Хуану. В этот момент желтое свечение пронеслось в воздухе и приземлилось на огромную руку Базби. Гигантская рука взорвалась от одного удара. Зрачки Базби сузились, когда он понял, что произошло и отступил на несколько километров. Он посмотрел на монстра рядом с Линь Хуаном со страхом в глазах. Монстр, похожий на тигра, с хоботом, похожим на слоновий, был видом, которого он никогда раньше не видел. Что потрясло Базби еще больше, так это то, что боевая мощь монстра была такой же, как и у него, то есть на восьмом уровне ложного бога. Редко можно встретить призывателя на уровне бессмертия, который управляет существами уровня ложного бога. А этот сопляк может управлять монстром восьмого уровня ложного бога. Базби начал изучать Линь Хуана. Очевидно, он не распознал Тапир как боевую душу из фигурки бога. Он думал, что это существо, призванное Линь Хуаном. Однако он наконец понял, почему два бойца фиолетово-золотого уровня императора, которых он послал, были убиты Линь Хуаном одним ударом после того, как встретились с Тапиром. Имея такого монстра на восьмом уровне ложного бога, не говоря о бойце фиолетово-золотого уровня императора, даже боец уровня ложного бога, который был немного слабее, тоже был бы убит одним ударом. После того, как первая атака не удалась, Базби не сразу начал вторую атаку. Вместо этого он стал внимательно наблюдать за своим противником. Судя по его размеру и физическому строению, он должен быть хорош в ближнем бою. Судя по его телу, он должен быть быстрым в ближнем бою, а также иметь взрывную скорость атаки. Надо сказать, что первое впечатление человека обычно было очень субъективным и не обязательно точным. Размер Тапира, включая его худое тело и острые когти, явно заставил Базби сделать глупое предположение. Естественно, он был не первым, кто совершил такую ошибку. Для людей было нормально совершать подобные ошибки, судя по виду Тапира. Все считали, что он слаб и не умеет сражаться в ближнем бою. Сделав некоторые выводы, Базби изменил свой план битвы. Я не одержу верх, если буду сражаться лицом к лицу с таким быстрым монстром ближнего боя. Даже если я смогу выиграть, я буду избит и истощен. Моя цель – Линси. Мне не нужно убивать это существо. Когда он задумался над этим, вскоре в его голове возник новый набор боевой стратегии. Как только новая стратегия битвы была сформирована, Базби без колебаний начал ее реализовывать. Он издалека протянул обе руки к Линьхуану и Тапиру. В следующую секунду его две руки превратились в чернильно-черную жидкость. Жидкость выглядела липкой и имела слабое металлическое сияние. Она сильно урчала и бурлила. Линьхуан и Тапир издалека наблюдали за происходящим странным явлением. Они увидели, как черная жидкость сливается в две мини-пушки перед Базби со скоростью, видимо невооруженным глазом. Две пушки были примерно 2 метра в высоту, как две мини-башни. Они были направлены на Линьхуана и Тапир. Рядом с ними появились тысячи ядер всех размеров. Единственное сходство между ядрами – их цвет. Все они были черными. Тапир не сделал ничего, чтобы прервать процесс. В то время как Линьхуан наблюдал за трансформацией с большим интересом. Это должна быть способность племени жуков. Это довольно интересно. Интересно, какая у них сила. Золотые искры вспыхнули из двух пушек, как только Линьхуан закончил бормотать. Бесчисленные ослепительные искры внезапно озарили все небо. Множество ядер разного размера обрушились, как шторм, на Линьхуана и Тапира. Тысячи ядер всех размеров имели разную скорость и траекторию при выстреле. У них даже был разный уровень мощности. У каждого ядра были разные преимущества. Некоторые были настолько быстрыми, что достигали человека на одном дыхании. Некоторые летели по спирали и обладали большой пробивной способностью. Некоторые из них были тонкими, как игла, которые трудно было увидеть глазами, а некоторые взрывались, как ядерные бомбы. Вскоре Линьхуан и Тапир утонули в бесконечном огне. Базби продолжал спокойно стрелять. Он не беспокоился, что Линьхуан умрет, потому что, хотя этот раунд атаки был плотным, он не имел большой силы. Пока Тапир обеспечивал Линьхуана защитой с помощью Божественной силы, они могли легко блокировать атаку. Однако такой щит должен был истощать Тапира. Истощение жизненной силы Тапира было главной целью атаки Базби. Кроме того, он атаковал, чтобы заставить монстра использовать другие техники, кроме боевых приемов ближнего боя. Стрельба продолжалась минут 10. Тапир и Линьхуан с самого начала были покрыты дымом от выстрелов. Хотя Базби не мог видеть, что именно происходило в дыму. Но, благодаря своему навыку территории, он чувствовал, что Тапир и Линьхуан не двинулись с того места, где были. Базби слегка нахмурился. Он не мог точно понять, что происходит. Мужчина знал, что его атаки достигали цели, так как были слышны характерные звуки. Однако Тапир ничего не делал, кроме как находился в режиме защиты, стоя на месте. Это озадачило Базби. Почему этот парень не нападает на меня, чтобы прервать мою атаку? Он защищает себя и Линьси одновременно. Истощение его божественной силы должно быть как минимум вдвое или даже больше, чем у меня. Хотя во время атак его божественная сила тоже будет истощаться, но ее потребуется меньше. Или, может быть, он это делает специально, чтобы я перестал атаковать. А когда я сдамся, он нанесет смертельную атаку. В голове Базби мелькали всевозможные мысли, но он никак не мог понять, что замышляет Тапир. Однако в этот момент из дыма донесся голос. Тебя зовут Базби, я прав, мне было интересно, что ты будешь делать дальше, но прошло уже 10 минут, а твои атаки не изменились. Очень жаль. Глава 1139 Битва в стране грез Линьхуан бесстрашно бросил вызов Базби, потому что все происходило в стране грез Тапира. На самом деле его там вообще не было, и он использовал лишь часть своего сознания, чтобы наблюдать за битвой. Базби пришел в ярость, услышав вызов. Он никогда не думал, что ничтожный человек уровня бессмертия когда-нибудь осмелится так его дразнить. Линьсе, я не хочу убивать тебя, но, пожалуйста, не испытывай мой предел. Ты не единственный в нашем списке разыскиваемых, поэтому убийство наших целей довольно обычное дело. Я не хотел бросать тебе вызов. Я просто рассказал тебе, что я на самом деле чувствую, ответил Линьхуан. Кроме того, если это все твои способности, то тебе придется попросить помощников забрать твое тело. Пожалуйста, скажите им, чтобы они пришли поскорее, потому что ты умрешь меньше, чем через пять минут. Линьсе, ты ищешь своей смерти. Базби был в ярости. Я просто тебе советую. Я не шучу. Линьхуан медленно вышел из дыма, а через пару мгновений Тапир появился слева от него. Базби хорошо видел, что лицо парня было серьезным, казалось, что он действительно говорил правду. Однако слова Линьхуана немного успокоили его, хотя он чувствовал, что Линьхуан был серьезен. Без дыма он также увидел слой прозрачной мембраны, покрывающей тело Линьхуана, которая блокировала все выпущенные им ядра. Ни одно из них до него не долетело. Однако, все ядра, которые были направлены на Тапира, достигли своей цели. Но монстр не получил никаких травм. Увидев происходящее, Базби без колебаний остановил свои атаки. Две мини-пушки перед ним снова превратились в черную металлическую жидкость и вскоре исчезли. Затем сформировалась гигантская пушка, со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Гигантская пушка была длиной более 30 метров. Она была полностью черной, а диаметр ствола составлял почти метр. Как и прежде, Тапир не помешал трансформации. Линьхуан и Тапир издалека наблюдали, как Базби строят гигантскую пушку. Как только она была сформирована, белое свечение размером с острией иглы загорелось в стволе пушки. Оно начало быстро увеличиваться. Поначалу оно было настолько крохотным, что едва ли можно было разглядеть его. Затем оно увеличилось до размера рисового зерна, затем до размеров зеленой фасоли, кончика пальца, яблока, футбольного мяча. Менее чем за секунду крошечное белое свечение превратилось в гигантскую сферу диаметром около метра. Находясь на расстоянии, Линьхуан почувствовал огромную энергию, содержащуюся в сфере. Он не был удивлен. Вместо этого он был взволнован. Наконец-то становится интересно. После этого, светящаяся сфера вылетела из пушки. Белое свечение, похожее на водопад, вырвалось со скоростью, близкой к молнии, и было нацелено на Тапира. Это напомнило Линьхуану энергетическую атаку Камихамиха из анимации, которую он видел, когда был на земле. Тапир исчез в мгновение ока, осознав, что атака была нацелена на него. В стране грез он мог использовать любые навыки, которые видел раньше. В тот момент Тапир использовал навык телепортации девятихвостой рыси. После того, как Тапир исчез, в следующую секунду он появился на расстоянии в сотни метров. Однако белое свечение, похожее на водопад, отклонилось от прежней траектории и устремилось в сторону Тапира. Бежать бесполезно. Белое свечение будет следовать за тобой куда угодно, пока не коснется тебя. Конечно, ты можешь спрятаться в альтернативном измерении и подождать, пока оно исчезнет, но на это уйдет от трех до пяти дней. Базби бросился вперед, как только он это сказал. На этот раз он нацелился на Линьхуана. Ему потребовалось всего секунда, чтобы оказаться возле него. Как раз в тот момент, когда он собирался схватить его рукой, силуэт золотого кнута поднялся в воздух и сильно ударил Базби в грудь. Естественно, это атаковал Тапир. Его хобот превратился в кнут и набросился на Базби, который даже не заметил его приближения. Тело Базби подлетело, как пушечное ядро. Однако, к удивлению Линьхуана, его тело начало распадаться и исчезать посреди неба. В то же время перед Линьхуаном с угрожающей скоростью сформировалась тень. Это был Базби. Тот, который подлетел, был не настоящим. Прежде чем его тело полностью сформировалось, Базби вытянул руку и снова попытался схватить Линьхуана. Увидев, что враг пытается схватить хозяина, Тапир снова показал себя. Он взмахнул острыми когтями по воздуху, образовав пару черных частей в виде полумесяца. Они пролетели по небу и устремились к Базби. Тело мужчины было бы разрезано на несколько частей, если бы ему не удалось уклониться от атаки. Однако в глазах Базби промелькнула решимость. Он проигнорировал атаку Тапира и даже не стал уклоняться. Его пять пальцев, которые собирались схватить Линьхуана, отклонились. Теперь его ладонь направилась к Тапиру. Во время этой атаки мужчина не сдерживался. Он использовал почти всю мощь своей божественной силы. Удар пришелся на грудь Тапира. Но у Тапира было мощное тело, поэтому атака не причинила ему никакого вреда. Однако он отлетел на тысячи метров. Но как только ладонь Базби приземлилась на тело Тапира, черные части от острых когтей монстра проникли в его тело. Тело Базби распалось сразу после атаки, как и в прошлый раз, когда он использовал ненастоящее тело. Как только его двойник распался, позади Линьхуана появился силуэт. Это был сам Базби. Я сделаю это. Базби в волнении протянул руку к Линьхуану. В данный момент Тапир находился в нескольких километрах от них, и за ним гналось белое сияние. Он никак не мог прийти, чтобы спасти Линьхуана. Базби широко раздвинул пять пальцев и сжал их вокруг головы парня. Однако выражение его лица резко изменилось в тот самый момент, когда его рука вошла прямо в голову Линьхуана. Это просто иллюзия. Базби повернул голову, оглянулся, а затем увидел, как тело Линьхуана исчезает перед ним. В конце концов, он увидел Тапир в нескольких километрах от него. Молодой человек стоял там. Засранец. Базби злобно посмотрел на Тапира. Он знал, что это сделал не сам Линьхуан. В противном случае он бы наверняка это увидел. Следовательно, это определенно было делом Тапира. Он понятия не имел, что все, что он видел, было всего лишь иллюзией. Линьхуан, находившийся за пределами страны грез, смотрел на Базби, который неподвижно парил в воздухе. Он сказал Тапиру, ухмыляясь. Кажется, этот парень даже не осознает, что его нет в реальном мире. Глава 1140. Так, изменение Базби в стране грез Тапира. Базби реализовывал стратегии, которые планировал одну за другой. Однако, в конце концов, ему так и не удалось поймать Линьхуана. Он знал, что Тапир каждый раз ему мешает сделать то, что он спланировал. Тем не менее, он еще не осознал, что в настоящий момент его там не было на самом деле. У него есть возможность делать это снова и снова. Поскольку ему удалось увести Линьси с помощью телепортации, Базби не стал сразу атаковать. Вместо этого он начал думать о своей следующей стратегии. Другими словами, мне нужно найти способ сломать эту технику, чтобы поймать Линьси. Я должен либо проверить его еще раз и выяснить, какую именно технику он использует. Затем найти решение, чтобы сломать ее, либо сразиться с ним лицом к лицу, чтобы убить этого ублюдка, который мешает мне. Базби нахмурился еще сильнее, когда пришел к такому выводу. Мгновение спустя он, казалось, наконец принял решение. Он смотрел на Тапир издалека. Его тело, парящее в воздухе, странно исказилось. Такое искажение противоречило скелетно-мышечной структуре человеческого тела. Даже Линьхуан, наблюдая за происходящим издалека, подумал, что это было очень странно. Базби выглядел как зомби, который передвигался самыми необычными манерами, в результате чего его суставы и тело были чрезвычайно деформированы, как в телешоу. Вскоре его тело начало еще больше трансформироваться. Большинство костей в его теле, казалось, стали мягкими, а кожа на его плоти потеряла поддержку со стороны его скелетной структуры. Он стал похож на надувную куклу, которая была наполовину спущена. Вскоре под кожей выросло множество причудливых деформированных костей. Кости поддерживали тело и создавали странную форму, совершенно не похожую на человеческую. Пока Линьхуан с удивлением наблюдал за происходящим, на груди Базби появилась резкая выпуклость. В следующую секунду на его груди образовалась кровавая рана. После этого из груди показалась половина лапы жука, похожей на темно-серый меч. В следующий момент лапа жука разорвала всю грудь и живот Базби, как резак для бумаги. Темно-серый жук наконец выпался из его разорванного тела. Когда чудовище вышло наружу, человеческое тело Базби превратилось в кучу каши и упало на землю. Он изменяется, хотя Линьхуан знал, что Базби имеет две формы. Он впервые увидел монстра из племени жуков, трансформирующегося из человека в форму жука. Однако юноша не мог не задаться вопросом, как будет выглядеть монстр из племени жуков, превращающийся в человека. Меняющийся Базби был покрыт слоем темно-серого панциря насекомого. Он был около трех метров в длину и имел четыре сильные задние лапы, поддерживающие все его тело. На его спине были две пары полупрозрачных крыльев, которые казались тонкими, как крылья цикады. Они выросли из пары передних лап. Среди трех пар передних лап самая нижняя пара была похожа на мечи, и это была та самая пара, которую он использовал, чтобы разорвать свое тело. Средняя пара состояла из острых копий, похожих на клыки. Они были настолько острыми, что никто не решился бы усомниться в их пробивной способности. Пара лап впереди начиналась от его плеч. Это были две биопушки с дулами примерно в метр шириной. Его голова возвышалась над шестью передними лапами. Она была покрыта слоем темно-синей оболочки и была острой, как треугольник. В нижней части головы виднелся огромный рот, заполненный острыми зубами, похожими на иглы из нержавеющей стали. Наверху треугольника был глаз, состоящий из бесчисленных маленьких глазков. Он повернулся влево и вправо. Кроме его сложного глаза и огромного рта, на всей его голове не было видно никаких других органов. Если судить о нем по человеческим меркам, стоит отметить, что он был в десятки тысяч раз уродливее, чем его человеческое тело. Вернувшись к своей первоначальной форме, Базби, похоже, почувствовал усиление своей ауры. Он посмотрел на Линьхуана и Тапир издалека. Две пары крыльев на его спине начали хлопать, издавая пронзительное жужжание. В то же время его четыре задние лапы, наполненные энергией, оттолкнулись, и его тело превратилось в тень. В следующую секунду Базби предстал перед Тапиром. Затем он бросился атаковать его своими передними четырьмя лапами. Базби начал сражаться с Тапиром, прежде чем Линьхуан смог уловить его движение. В конце концов, он выбрал самый прямой путь – убить Тапира. Причина, по которой он пришел к такому решению, заключалась в том, что предыдущие атаки истощили почти треть божественной силы в его теле. Он не был уверен, хватит ли ему оставшейся божественной силы разгадать секрет Тапира, защищавшего Линьхуана. Хотя противник не хотел сражаться с Тапиром, который, очевидно, был хорош в ближнем бою, ему все равно пришлось это сделать. На самом деле боевые способности Базби в ближнем бою не были слабыми. Можно даже сказать, что он был очень силен в этом. Изначально он решил не сражаться с Тапиром на близком расстоянии, так как посчитал его экспертом в подобной битве, поэтому сейчас противник не был уверен, что сможет достойно сражаться с ним лицом к лицу. Но даже если ему удастся победить, Базби думал о том, что ему придется заплатить огромную цену. Между тем, вначале он просто хотел поймать Линьхуана. Ему не нужно было сражаться с Тапиром. Однако теперь он понимал, что не сможет поймать юношу, пока не убьет монстра, поэтому у него не было другого выбора. На самом деле Тапир был не очень хорош в ближнем бою. Однако в стране грез монстр мог делать все, что угодно. Он мог скопировать все навыки, которые видел раньше. Помимо навыков девяти боевых душ из фигурок бога Линьхуана, он мог скопировать сто процентов всех навыков, которые использовали те, кого парень когда-либо призывал. Он мог скопировать даже навыки, увиденные у других монстров, не связанных с Линьхуаном. Можно сказать, что в стране грез Тапир был непобедим. Жук и монстр снова и снова сталкивались в воздухе. Боевые способности Базби в ближнем бою действительно впечатляли. Его навыки владения мечом и копьем почти достигли пика шестого уровня. Он был в одном шаге от постижения истинного смысла. Каждый раз, когда его лапы мечей и лапы копья атаковали, они были близки к пиковым показателям владения мечом и копьем. Они были настолько совершены, что ни к чему было придраться. Две лапы пушки были чрезвычайно подвижными и изредка демонстрировали технику выстрелов на профессиональном уровне под разными углами. Никто не мог заметить их действия. Хотя все было так, Тапир играл с Базби. Он использовал боевые способности ближнего боя, которые скопировал у других монстров. Битва была напряженной, хотя Тапир просто дурачился. Можно представить себе удар, который был вызван ближним боем двух бойцов восьмого уровня Ложного Бога. Разрушались не только горы и земля, но содрогались даже океаны и небо. Линь Хуан вообще не мог уловить их движения. Все, что он мог видеть, это искры, которые мерцали в воздухе в результате взрывов, которые исходили от столкновения божественной силы двух противников. Линь Хуан спросил Тапира, находясь за пределами страны грез. Примерно сколько еще нужно время, чтобы полностью прочесть его память? Мне нужно еще полчаса. Запишите эту битву и потом поделишься со мной. Я буду смотреть в замедленном режиме и смогу узнать кое-что интересное. Линь Хуан лукаво ухмыльнулся Тапиру. Каждый раз, когда он видел бойца, использующего меч, он не мог не изучить его навыки владения мечом. Несмотря на то, что на этот раз боец, который использовал меч, был монстром из племени жуков, ему все равно было очень интересно увидеть навыки владения мечом и до меча. Глава 1141. Силы, которые вызывают страх в стране грез Базбеснова и снова атаковал Тапир. Два силуэта неоднократно сталкивались, непрерывно образовывая в небе золотые искры. Искры почти затмевали солнце в небе. Хотя каждое из их столкновений происходило только на долю секунды, Базби выкладывался на полную и высвобождал свою божественную силу в коротких атаках. Более того, он атаковал по крайней мере сто раз за этот короткий промежуток времени. Искры, вызванные столкновениями бойцов, были в сто раз ярче солнца. На них нельзя было смотреть. На самом деле это происходило потому, что появляющиеся искры сопровождались сотнями взрывов во время каждого удара. Почти при каждом ударе лапы мечи Базби атаковали одна за другой под разными углами. Между тем, его копья безжалостно пытались пронзить цель, и никто даже не видел их приближения. В то же время он ловил каждую секунду, чтобы идеально выполнять свою технику стрельбы. Он столкнулся с Тапиром по крайней мере 10 тысяч раз во время битвы, которая длилась почти полчаса, хотя он атаковал миллионы раз. В результате битвы снова и снова распространялись мощные энергетические волны. Земля в пределах тысяч километров превратилась в беспорядок, а районы в пределах сотен километров обрушились и превратились в бездонную пропасть. Однако независимо от того, насколько яростно атаковал Базби или какие методы атаки он использовал и насколько сильно он изменял свою частоту атаки, Тапир в конце концов подстроился под его ритм и стал действовать непринужденно. Тысячи столкновений и миллионы атак были заблокированы Тапиром. Ни одна из атак Базби не оставила ни единого следа на теле монстра. Сначала он думал, что у Тапира такие же показатели, как и у него, независимо от того, насколько сильны его боевые способности в ближнем бою. Однако за полчаса напряженной битвы противник понял, что ни одна из его атак не сработала. Теперь он был в отчаянии. Базби также, наконец, осознал, что боевые способности Тапира на ближней дистанции были гораздо более ужасающими, чем он представлял. Монстр был совсем не на том уровне, на который он рассчитывал. Однако Базби понятия не имел, что Тапир сражался не с самим Базби, а всего лишь с проекцией в его стране грез. В этой проекции были использованы все навыки и боевые приемы человека и монстров, которые Тапир видел раньше, включая некоторые приемы самого Базби. В стране грез изучение способностей других было легкой задачей для монстра. Чтобы выучить их, ему требовалось меньше секунды. Базби чувствовал себя так, как будто он сражается с десятками величайших бойцов, у которых был боевой опыт и способности, сопоставимые с его. Уже можно было догадаться, каким будет его конец. Теперь, когда битва подошла к этому моменту, финал был довольно ясен. Хотя у Базби была гордость, он не был глупым. Он знал, что у него совершенно нет шансов на победу. Поскольку у него не было бесконечное количество божественной силы, он не планировал продлевать бой. Он незаметно взглянул, где находился Линь Хуан. Противник на секунду задумался, что для него будет лучше сбежать или снова попробовать схватить Линь Хуана. В итоге, Базби решил не отступать, поэтому он снова бросился на Тапир и столкнулся с ним лицом к лицу. Он непрерывно размахивал лапами-мечами и продолжал поддерживать частоту атак с копиями. Однако Тапир почувствовал, что что-то не так. Он растерзал и прервал атаку Базби, и даже разорвал его тело. В этот самый момент Базби тихонько появился недалеко от Линь Хуана. Он поразил Линь Хуана лапой-мечом, как молния. На этот раз Тапир, похоже, не успел. Темно-серое щупальце появилось перед Линь Хуаном в мгновение ока. В следующую секунду снова произошло странное событие. Щупальце вошло прямо в тело парня. Зрачки Базби сузились, он отвел свою лапу и почувствовал себя неудовлетворенным. Противник снова попытался схватить Линь Хуана, но тело парня было похоже на воздух. Поскольку его попытка захвата провалилась, Базби больше не колебался. Убрав свои лапы, он бросился в другом направлении, как сумасшедший. Однако два силуэта преградили ему путь менее чем через секунду после того, как он начал бежать. Линь Хуан и Тапир появились одновременно. «Ты не сможешь убежать», — спокойным тоном сказал ему Линь Хуан. Базби проигнорировал их и ускорил взмахи двух пар крыльев. Одновременно он оттолкнулся своими задними лапами и устремился в другом направлении. Линь Хуан и Тапир снова появились в следующую секунду, резко преградив ему путь. Базби даже не почувствовал волну движения от их телепортации. Он повернулся, чтобы снова бежать, начиная задаваться вопросом, как Тапир и Линь Хуан могут так двигаться. Когда они преградили ему путь в третий раз, Базби, казалось, внезапно кое-что понял. На этот раз он не побежал. Вместо этого он уставился на Тапир. Думаю, я знаю, что происходит. То, как вы двигаетесь, и то, как исчез Линь Хуан, не создает никаких волн. Изначально я решил, что это какая-то ваша особенная способность. Теперь, когда я задумался об этом, мне кажется, что отсутствие волн от движения означает, что вы вообще не двигаетесь. Линься удалось исчезнуть, и у вас получается преградить мне путь, а значит, это ваша территория. Я попал в ловушку, которую вы создали с самого начала. Похоже, ты не совсем тупой. Тапир не стал опровергать предположение Базби. Теперь я все понял. Единственный мой недостаток в том, что мой дух слабоват. Поскольку я попал в вашу ловушку, даже не осознавая этого, это показывает, что вы должны быть экспертами в духовных техниках. Это могут быть такие способности, как иллюзия или гипноз. Однако, если ваши духовные способности настолько сильны, что я оказался в ловушке, даже не осознавая этого, теоретически вы не должны были подавить мои способности во время ближнего боя. Если я не ошибаюсь, ты совсем не так хорош в ближнем бою. Возможно, ты делал все это, чтобы заставить меня думать, что ты хорош в ближнем бою. Ты правильно понял первую часть, но я действительно могу так сражаться, беспомощно настаивал Тапир. Его действия действительно могли сбить с толку. Причина, по которой мне дважды не удавалось поймать Линь Хуана, заключается в том, что он просто проекция, я прав. Базби повернул голову и посмотрел на Линь Хуана. Наконец-то ты понял. Линь Хуан ухмыльнулся, широко раскинув руки. Он не стал отрицать. Я использовал лишь часть силы воли в этой проекции, чтобы наблюдать за битвой. Я никогда не думал, что враг может меня так одурачить, сказал Базби, беспомощно вздыхая. Я знаю, что ты делаешь. Перестаньте думать о том, чтобы выиграть время и попытаться вырваться. Линь Хуан разрушил план Базби. Твой дух намного слабее, чем у Тапира, поэтому ты не сможешь сбежать, даже если понял, что это всего лишь иллюзия. Базби замолчал, когда понял, что его план провалился. Он начал быстро думать о других стратегиях, однако снова раздался голос Линь Хуана. Уже пора. Убей его. Почти в то же время, когда Линь Хуан сказал это, Базби вздрогнул и изо всех сил попытался взорвать себя последней вспышкой божественной силы, которая была в его теле. Однако он внезапно понял, что больше не может двигаться. Черные оковы начали сковывать его тело. Десятую часть его божественной силы, оставшуюся в его теле, нельзя было использовать. Казалось, что она была заблокирована. Тем временем Тапир внезапно появился перед Базби. Он поднял коготь и нацелил его Базби в лоб. Противник совершенно не мог сопротивляться. Его тело начало гнить, начиная с головы. Это распространилось по всему его телу менее чем за 2-3 секунды. Вскоре он полностью превратился в пыль. Пространственные божественные правила девятихвоста и рысь, сковывающие божественные правила сковывающего змея и смертельные божественные правила бабочки смерти. Эффект от объединенных способностей трех божественных правил ужасен. Увидев, что могущественного Базби убивают и он не может дать отпор, Линь Хуан втайне ощутил страх перед этими тремя силами. Глава 1142. Отложить этот вопрос поздравляю, вы получили целую карту монстра Стража Жука, мифического уровня. Х1 Линь Хуан был удивлен, увидев уведомление, которое появилось от Сиахая. Эффект его карты удачи и карты двойной награды должен был исчезнуть некоторое время назад. Он даже не думал, что получит целую карту монстра, и это стало приятным сюрпризом. Более того, этот Страж Жуков по имени Базби был на мифическом уровне. Линь Хуан был в восторге от того, что неожиданно получил карту монстра мифического уровня. Он вернулся из страны грез в реальность. Парившие в воздухе тело Базби упало на землю. Он был убит в стране грез Тапира, но его смерть была спроецирована в реальность. Его человеческая форма, которая полностью потеряла свою жизненную силу, начала исчезать после падения на землю, и вскоре противник вернулся к своей первоначальной форме монстра племени Жуков. Он умер, хотя был элитой племени Жуков. Линь Хуан не мог позволить трупу пропасть. Забрав кольцо сердца империи, юноша призвал Стикса. Затем Стикс потратил около пяти минут, чтобы превратить труп Базби в свою марионетку. Теперь у него появился супер-боец восьмого уровня ложного бога. Линь Хуан повернул голову, чтобы взглянуть на Тапира, только после того, как вернул Стикса обратно в свое тело. Что скажешь? Ты знаешь, где сейчас королева-мать? В одиночном городе в третьем дивизионе. Ответив, Тапир добавил. Но все немного сложно. Поделись его воспоминаниями с Блади. После этих слов Блади выскользнул из его левого рукава. Менее чем за полминуты Блади извлек воспоминания Базби из Тапира. Затем Блади потратил 2-3 минуты, чтобы после поделиться полезной информацией с Линь Хуаном. Он всегда заставлял Блади разбирать информацию, но не потому, что был ленив, а из-за того, что он мог помочь ему сэкономить время, просматривая тонны информации в своей голове. Стоит отметить, что даже у обычного человека, дожившего до 70-80 лет, в памяти будет храниться вся его жизнь. Но более 90% информации в памяти большинства людей было ненужной. Поиск полезной информации в таком море информации был задачей, отнимающей много времени и усилий. Более того, воспоминания, получаемые Линь Хуаном, в основном принадлежали культиваторам и старым монстрам, которые жили веками или даже около тысячи лет. Можно было представить, какой большой объем информации хранился в их воспоминаниях. Извлекать полезную информацию из воспоминаний культиваторов, несомненно, было намного труднее, чем от обычных людей. Следовательно, Блади выполнял подобные задания. Благодаря потрясающим вычислительным возможностям сортировка информации, которые у него занимали всего несколько минут, можно было сэкономить бесчисленные часы для Линь Хуана. Но парень немного нахмурился, когда получил воспоминания Базби от Блади. Это было правда, что королева-мать и другой страж находились в одиночном городе в третьем дивизионе. Однако в теле королевы-матери осталось лишь немного сознания, которое поддерживало ее физические действия и общение. Однако основное сознание королевы-матери больше не находилось в этом разрушающемся теле. Даже Базби, ее страж Жук, и другой страж Вивиан, понятия не имели, где скрывалось главное сознание королевы-матери. Бесполезно, даже если я найду ее. Даже если я уничтожу тело королевы-матери, она не будет считаться действительно мертвой, пока будет существовать ее сознание. Линь Хуан думал, что сможет раз и навсегда избавиться от проблемы с королевой-матерью племени Жуков, выманив стража Жуков и прочитав его воспоминания. Но юноша не думал, что может возникнуть такая непредвиденная ситуация. Давай пока отложим вопрос с королевой-матерью, предложил Блади. Если мы отправимся в одиночный город, чтобы убить ее тело и другого стража, она спрячет свое сознание еще глубже. Как только часть сознания, которая соединена с ее основным сознанием, заметит, что что-то не так, она может полностью разрушить клетки мозга в своем теле и часть сознания. Весь процесс займет менее 0-0-1 секунды. После этого ни топир, ни стикс не смогут извлечь какую-либо полезную информацию из ее оставшегося тела, чтобы узнать, где скрывается ее сознание. Согласно воспоминаниям Базби, тело королевы-матери разрушается. Поэтому даже если они достанут материалы для разведения, количество монстров племени Жуков, которых она может развести, очень ограничено. Это также причина, из-за которой она занялась созданием высшей элиты вместо того, чтобы разводить армию племени Жуков для завоевания мира. Теперь, когда основное сознание королевы-матери покинуло ее тело, ее способность к размножению в несколько раз слабее. Королева-мать племени Жуков рождена для размножения. У нее есть способность, с которой не сможет сравниться ни один другой представитель. Судя по текущему состоянию, эта партия монстров вряд ли сможет дальше размножаться, и они представляют собой минимальную угрозу для мирогравия. Ты хочешь сказать, что нам нужно просто забыть о ней? Линь Хуан склонил голову и спросил Блади. Я имею в виду, что нам не следует тратить время и усилия, поскольку мы все равно не сможем найти ее основное сознание за короткий период времени. Давай пока просто отложим это, но это не значит, что мы навсегда забудем о ней, объяснил Блади. Есть приоритеты. Королева-мать племени Жуков – это не то, что мы должны решать сейчас. По сравнению с этим, у тебя есть гораздо более важные дела. Более того, я считаю, что племя Жуков будет более сдержанным в течение какого-то периода времени, поскольку один из их стражей уровня ложного бога был убит. Маловероятно, что они придут к тебе. Линь Хуан на мгновение замолчал и в конце концов кивнул. Забудем. Давай сделаем так, как ты сказал. Причина, по которой он в конце концов принял такое решение, заключалась в том, что действительно не было смысла отправляться в одиночный город и пытаться убить королеву-мать. Ее тело разрушалось, и даже ее основное сознание уже было перемещено. Она не умрет, даже если ее тело убьют. Вместо этого они просто предупредят врага. С другой стороны, как и сказал Блади, у парня сейчас действительно было много дел. Поиск главного сознания королевы-матери отнимет много времени и сил, а если он все же на это пойдет, то его первоначальный план будет испорчен. К тому же, окончательное убийство королевы-матери не было тем, что нужно было сделать прямо сейчас. По приоритетам это отставало от многих других вещей. Учитывая все это, Линь Хуан действительно решил пока отложить вопрос о королеве-матери. Однако парень не имел понятия, что в одиночном горе третьего дивизиона, страж Вивиан почувствовала смерть Базби, как только он был убит. Сознание королевы-матери, находившееся в неизвестной области, тоже почувствовало это. Она связалась с Вивиан через свое тело. Базби мертв. Эта цитадель больше не безопасна. Организуй переезд в течение получаса. Вивиан немедленно кивнула, как только услышала голос королевы-матери. Затем она спросила. Королева-мать, в какую цитадель мы переезжаем? Цитадель 7. Седьмую? Разве у нас не пять запасных цитаделей? Вивиан была удивлена. Ты с Базби знали только о пяти. Вивиан была ошеломлена, услышав это, а затем сказала. Теперь я поняла, королева-мать. Ты боишься, что кто-то прочитал воспоминания Базби? Базби обладал способностями, близкими к девятому уровню ложного бога. Нельзя недооценивать человека, которому удалось его убить. В моем нынешнем состоянии мы не должны обижать такого человека. Сейчас мы можем только избегать его, послышался слабый голос королевы-матери. Ах да, почему Базби покинул свое место? Думаю, ты знаешь причину, не так ли? Он пошел за Линьсе, гением один. Вивиан сочла это странным, сказав это вслух. Линьсе находится только на уровне бессмертия. Боюсь, Базби не встретился с Линьсе. По пути он мог столкнуться с кем-то еще. Линьсе, королева-мать замолчала, услышав это имя, а затем сказала. Сообщи всем членам, чтобы они прекратили все миссии, связанные с Линьсе. Глава 1143. Переход на уровень императора Линьхуан провел на третьем уровне бездны. Всего полдня после своего торжественного входа и тихо вернулся в императорский город. Он направился прямо в императорский дворец, как только вышел из пространственного портала. Парень сказал Хуан Тиньфу только одно. Я собираюсь заниматься совершенствованием за закрытыми дверями в течение месяца. Линьхуан официально отправился за закрытую дверь и изо всех сил начал очищать божества в своем теле. Между тем новость о том, что Линьхуан охотился на монстров в бездне, распространилась по всему миру совершенствование. Его имя снова стало горячей темой среди людей. Он отправился в такое место, а значит этот парень точно собирается перейти на уровень императора. Мне интересно, каких монстров он смог убить. Я уверен, что со способностями Линьхуана он не стал бы охотиться на обычных трижды мутировавших монстров. Вскоре многие практикующие начали обсуждать в интернете жизненную основу монстров, которых выберет Линьхуан. Но они говорили об этом не из-за того, что парень был императором династии, а из-за того, что он получил титул Гения 1 Новой Эры. Всем было любопытно, каких монстров убьет легендарный Гений 1. Некоторые из них даже разместили длинные статья, где пытались проанализировать этот вопрос. Наибольшее сходство между ними заключалось в том, что большинство из них думали, что Линьхуан не станет охотиться на трижды мутировавшего монстра. В некоторых обсуждениях даже были перечислены монстры, которых Линьхуан, возможно, убьет в бездне. Несколько монстров, которые были перечислены в обсуждениях, были монстрами псевдомифического уровня, которые в настоящее время находились в бездне. Боевая мощь варьировалась от черно-золотого уровня императора до фиолетово-золотого уровня императора. Была даже тема, где говорили об убийстве монстров уровня полубога, и это вызвало бурные дискуссии. В конце концов, мистер Фу был единственным ложным богом, который был известен публике в этом мире Гравия. Для большинства людей в мире совершенствования полубоги были самыми могущественными в этом мире. Между тем большинство людей считало, что монстров уровня полубога победить невозможно. Даже гений один Линь Хуан вряд ли смог бы убить полубога. Естественно, меньшинство поклонников Линь Хуана считали, что он может все. По их мнению, юноша мог убить монстров уровня полубога и заполучить их жизненную основу. Линь Хуан, который занимался совершенствованием за закрытыми дверьми, отключил интернет и свое устройство связи. Он погрузился в очищение своих божеств. Он даже не взглянул на детали карты, когда Повелитель Война и Два Змея полумесяца поднялись до мифического уровня. Вместо этого юноша позволил системе Сиахая запечатать три карты монстров мифического уровня из-за ограниченного разрешения. Время шло день за днем. Прогресс с очищения божеств рос с каждым днем. Совершенствование за закрытыми дверьми продолжалось целых 30 дней. Божество девятого уровня ложного бога окончательно распалось и превратилось в золотой гравий. Этот золотой гравий превратился в комок размером с кулак, похожий на живое существо. Он парил среди десяти колес жизни, как облако, начиная поглощать другой гравий и разрастаясь, а Линь Хуан с удивлением наблюдал за ним. Он решил, что золотой гравий, полученный от других божеств уровня ложного бога, будет поглощен позже, чем серый гравий, полученный от разбитых божеств. Хотя серый гравий занимал больше поверхности, чем золотой, он просто не мог сопротивляться в присутствии золотого гравия. Он был похож на овец, встретивших тигра, и вскоре был поглощен. После того, как золотой гравий поглотил серый гравий, его размер увеличился незначительно. Однако теперь золотой гравий был размером с три кулака. Когда Линь Хуан увидел, что золотой гравий закончил поглощение серого, он знал, что делать дальше. Юноша собирался активировать божественный огонь в своем теле после визуализации дворца жизни, но произошло нечто странное. Черное свечение отделилось от хранилища Линь Хуана и напрямую проникло в его тело. Он сразу почувствовал это и почувствовал вторжение в свое тело. Подняв голову, чтобы взглянуть вверх, он заметил объект, похожий на метеорит, падающий в направлении божества. На мгновение он был потрясен, но в следующую секунду понял, что происходит. Это это странное семя. Да, странное семя, которое невозможно было активировать, вошло в тело Линь Хуана само по себе, как будто его призвали. Линь Хуан не остановил его, даже когда понял, что это странное семя. Вместо этого он с большим интересом наблюдал, как странное семя падало, подобно метеориту. Оно столкнулось с божеством, которое выглядело как облако. Золотое облако начало интегрировать странное семя. Облако, которое изначально было золотым, стало черного цвета, будто его залили чернилами. Черное облако парило над Дворцом Жизни Рая Монстров, который медленно формировался, поглощая его. Линь Хуан потерял дар речи, увидев эту странную сцену. Сначала он думал, что у него будет два Дворца Жизни, если он будет поддерживать Дворец Жизни Рая Монстров. В конце концов, странное семя воспользовалось этой возможностью и начало очищать Дворец Жизни Рая Монстров. Юноша стал ощущать, как Дворец Жизни Рая Монстров начал совершенствоваться с большой скоростью. На самом деле Линь Хуан мог бы сделать Дворец Жизни картой, чтобы остановить этот процесс. Однако он решил позволить ему делать то, что он делал, и терпеливо ждал, пока поглощение завершится. Дворец Жизни Рая Монстров был полностью очищен Черным Облаком за 10 секунд. Затем Черное Облако окружило Колеса Жизни. В данный момент 10 Колес Жизни в теле Линь Хуана начали извергать Божественный Огонь до того, как он отдал свой приказ. В то же время море Божественной Силы стало проникать в Черное Облако с Божественным Огнем. Спустя немного времени стал проявляться силуэт Черного Дворца. С помощью Божественного Огня и Божественной Силы детали Черного Дворца формировались автоматически. Процесс длился 10 часов, прежде чем был окончательно сформирован гигантский Черный Дворец. Поскольку в процессе строительства Дворца Жизни не было времени для создания Божественной Силы, изначально бесконечная Божественная Сила в теле Линь Хуана была истощена. Ее всю поглотил Черный Дворец Жизни. Видя, что Дворец Жизни может поглотить еще больше Жизненной Силы, Линь Хуан использовал три карты пополнения Жизненной Силы. Море Божественной Силы снова хлынуло во Дворец Жизни. Прошло еще 30 часов, и Дворец Жизни вырос почти в 4 раза, по сравнению с тем, каким он был изначально. Этот новый Дворец Жизни, казалось, достиг своего предела поглощения Жизненной Силы, поэтому он перестал ее поглощать. Тем временем в теле Ю наши лампы жизни перестали извергать Божественный Огонь. Затем 10 Колес Жизни превратились в Золотое Сияние и проникли во Дворец Жизни. Они были подобны 10 Золотым Солнцем, парящим во Дворце Жизни, напоминая гигантскую висящую лампу. После проникновения Колес Жизни Дворец Жизни задрожал. Автоматически зажглось около 1000 ламп, в которой горел Черный Божественный Огонь. После этого Линь Хуан почувствовал, что Божественная Сила в его теле начала быстро восстанавливаться. Хотя скорость восстановления была не такой большой, как раньше, но на протяжении 10 секунд Божественная Сила в 10 Колесах Жизни в его теле была восполнена. Новая Божественная Сила начала наполнять тело и душу Линь Хуана, что привело к двойной трансформации тела и души. Глава 1144. Новый уровень призыва Линь Хуан почувствовал, что его способности увеличились более чем на один уровень с тех пор, как он поднялся до уровня Императора. Его способности были на уровне обычных бойцов фиолетово-золотого уровня Императора, когда он был на 10 уровне Бессмертия. Однако теперь юноша был уверен, что может убивать полубогов. Естественно, он не был уверен, удастся ли ему победить противников уровня Бога, но это можно было проверить только на практике. После того, как трансформация была завершена, Линь Хуан лишь на мгновение погрузился в изменения в своем теле и проверил Дворец Жизни. Как только он увидел Дворец Жизни, со стороны Сиахая появилось уведомление, хотя парень еще не успел тщательно осмотреть свой Дворец Жизни. Дворец Жизни. Рай монстров. Территория Дворца Жизни. Радиус стока им от владельца Дворца Жизни может увеличиваться. Дворец Жизни. Способность. В пределах территории Дворца Жизни душа мертвого призванного монстра будет возвращаться в Дворец Жизни с реконструированным и возрожденным телом. У тех, кто повредил души, будут отозваны и восстановлены части поврежденной души. Ограничение способности. Каждого призванного монстра можно оживить не более 10 раз в течение 24 часов. Их душа распадется, если оживление превысит 10 раз, и они не смогут вернуться во Дворец Жизни. Можно развивать ограничение способности. Душа каждого призванного монстра может быть восстановлена только 3 раза в течение 24 часов. Их душа распадется, если восстановление превысит 3 раза, и они не смогут вернуться во Дворец Жизни. Можно развивать дополнительную способность. Если владелец Дворца Жизни умирает в пределах зоны действия, он может заменить себя призванным монстром. Призванного монстра, который станет заменой, нельзя призываться чаще, чем раз в 72 часа, можно развивать примечание. Смерть владельца Дворца Жизни может быть заменена только трижды в течение 24 часов. Одного и того же монстра нельзя будет призвать снова, если его душа распадется, можно развивать Дворец Жизни. Способность. В пределах территории Дворца Жизни владелец Дворца Жизни и его призывающиеся монстры получат двойное увеличение силы, скорости и духа. Противник ощутит 10% увеличения их силы, скорости и духа, можно развивать примечание. Владелец Дворца Жизни может отключить эффект усиления по своему желанию. Линь Хуан был ошеломлен, увидев сообщение. Впоследствии он внимательно все прочитал. Первый вопрос, который у него возник после этого. Сяхэй, ты превратил мой Дворец Жизни в карту? Почему я просматриваю информацию Дворца Жизни в виде карточки? Причина, по которой Линь Хуан спросил об этом, заключалась в основном в том, что ранее Дворец Жизни Рая Монстров был картой. Он хотел знать, превратился ли Дворец Жизни, который он только что построил, в карту из-за интеграции с Раем Монстров. К счастью, ответ Сяхэя был не таким, как думал Линь Хуан. Он не был превращен в карту. Просто с момента новой авторизации добавлена новая функция проверить детали. Ты можешь читать информацию о предметах, если они принадлежат тебе. Понятно. Второе, что сделал Линь Хуан, посмотрел на свою личную карточку после того, как его сомнения были развеяны. На самом деле его главной целью было увидеть, какие изменения были внесены в его возможности призыва. Имя. Линь Хуан Пол. Мужской возраст. 19. Боевая сила. Уровень императора. Титул. Богоубийца. Достигнуто божественное правило. Сила убийцы бога. Предмет интеграции. Сердце бога происхождения, галактический Юлий, одна страница писания, клинка интеграции, мозг полубога, богиня-волшебница, секретные навыки, сверхчеловеческая сила, скорость ангела, замена, золотая цикада, дворец жизни, рай монстров до меча, шестой уровень, сердце меча, дух меча, навыки меча, лунная ночь, тихий снег, убийца Будды, мгновенный удар, всемогущий скальпель, убийца, звездный купол, королевский меч, техника, гроза, песчаная буря, потоп, навыки движения. Странствующий бог, громовые шаги, императорский полет, второстепенные писания переплетенной души, бесшовность, роковая тактика, непобедимый воин, небесный гнев, всеведущая природа, навыки монстров. Божественный телекинез, божественная регенерация, святая сила, иммунитет к элементам, пиявки, абсолютный контроль, божественный очищающий свет, возрождение, бессмертное тело воина, вампирические частицы, божественная сила, божественная защита, повелитель молний, зеркало, запрещенные умения, наказание, божественное колдовство, рыцарь, интеграция, механическое строительство, уровень бога, механическое восстановление, уровень бога, божественная маскировка. Сила призыва. Активирован, псевдоверховный уровень бога, доступное количество призванный. 30. Линь Хуан просмотрел свою личную карточку, там немногое изменилось. Были изменены только многие названия умений монстров. Например, очищающий свет теперь стал божественным очищающим светом, тело воина, бессмертным телом воина и прочее. На самом деле те навыки, которые до сих пор имели то же название, претерпели серьезные изменения. Навыки монстров, которые Линь Хуан извлеку монстров, были отражением навыков монстров. Поскольку извлеченные навыки теперь были более мощными, ситуация Линь Хуана также изменилась. Между тем, уровень монстров, у которых Линь Хуан извлек навыки, теперь превратился в четырехкратно мутировавшие мифические уровни, и их навыки выросли более чем на один уровень. Естественно, извлеченные навыки изменялись и улучшались. Больше всего Линь Хуана волновала сила призыва и доступное количество призываемых. Сила призыва была повышена с мифического уровня до уровня псевдо-верховного уровня бога, и Линь Хуан был в восторге от этого. Первоначально он думал, что можно достигнуть только мифического уровня. Однако, если бы парень был бы на мифическом уровне, для Бая, который был на псевдо-верховном уровне, потребовалось бы время, чтобы снова призвать его. К счастью, на этот раз сила призыва была улучшена. Ни одна из его карт монстров теперь не имела ограничений на призыв. Между тем, к его удивлению, доступное количество призываемых было увеличено вдвое с 15 до 30. Хотя Юнаша думал, что оно увеличится только до 20. В прошлый раз, когда он достиг уровня бессмертия, количество увеличилось с 10 до 15. В целом, Линь Хуан был очень доволен своей личной карточкой после просмотра, потому что многие изменения превзошли его ожидания. Затем он посмотрел на кучу карт монстров, оставшихся в его теле после того, как убрал личную карту. Карты, достигшие разрешения на призыв, отправлялись прямо во дворец жизни рай монстров. Между тем, те, которые были ниже уровня, оставались в его теле. Пока Линь Хуан изучал их, оранжевые карты монстров одна за другой превращались в оранжевое свечение и летели в сторону дворца жизни, как метеоритный дождь. Среди них было даже золотое сияние, которым был бой на псевдо-верховном уровне бога. В считанные секунды все карты монстров проникли в новый дворец жизни Линь Хуана. Глава 1145. Какой ты умный. Линь Хуан начал смотреть на распечатанные карты после того, как его сила призыва была увеличена. Помимо Бая, который был на псевдо-верховном уровне бога, было 28 карт мифического уровня, включая Чаркала, Тирана, Кайли, Гастли, Грома, Сюипа, Беса, Дьявола, Ведьму, Змей Полумесяца, Рыцаря Смерти, Падшего Рыцаря, Повелителя Войны, Геркулесового Короля, Бинвана, Темных Змеев Полумесяц Икс-2, Королеву Мать Племени Жуков Икс-4, Многоглазого Червя Икс-2, Сверхмозгового Червя Икс-2, Золотого Жука Икс-2 и Стража Жука. Эти карты, которые изначально были запечатаны, теперь были открыты Линь Хуану. В дополнение к этому их боевая мощь автоматически повысилась до фиолетово-золотого уровня Императора. Линь Хуан не сомневался, что монстры мифического уровня с фиолетово-золотым уровнем Императора будут соответствовать уровню ложного бога. Как только у него появилась возможность их призывать общие способности Линь Хуана значительно выросли. До этого призывающиеся монстры Линь Хуана были всего лишь парой монстров псевдо-мифического уровня, таких как Ланселот. Их боевая мощь была только на уровне желто-золотого уровня Императора, в то время как их способности были на уровне максимум фиолетово-золотого уровня Императора. Между тем мифические и псевдо-мифические уровни были совершенно другим стандартом. Кроме того, Чаркал и остальные испытали увеличение боевой мощи на два уровня, так что теперь они были на фиолетово-золотом уровне Императора. Линь Хуан взглянул на Бая, который был на псевдо-верховном уровне бога, и на других 28 монстров мифического уровня, таких как Кейли. Его глаза были прикованы к Ланселоту и остальным, находившимся на псевдо-мифическом уровне. Для дальнейшего их развития не нужны были материалы, они смогут развиться, если будет достаточно карт продвижения. Линь Хуан, не колеблясь, призвал Ланселота, убийцу и кровавого владыку. Затем он использовал 15 карт для этих трех монстров. Вскоре все трое превратились в гигантские золотые коконы и начали свое развитие до мифического уровня. Между тем, Линь Хуану пришлось отложить десятки тысяч карт и монстров псевдо-мифического уровня, так как у него не было достаточно карт продвижения, чтобы развить их. Кроме того, в этом не было необходимости. Применив карты к Ланселоту и другим двум монстрам, парень призвал Блади. Я перешел на уровень Императора. Пришло время развить тебя до мифического уровня. Линь Хуан с ухмылкой посмотрел на Блади. Включая карты монстров племени жуков, у Линь Хуана в руке было более десятков миллионов карт монстров легендарного уровня. Парень решил, что не будет тратить на них свои карты, однако Блади он должен был развить. На самом деле, если бы не тот факт, что ему нужен был Блади, который всегда помогал, юноша уже давно развил бы его, так как у него давно были материалы для его улучшения. На этот раз Блади не отказался от предложения. Он даже ничего не сказал. Все, что он сделал, это улыбнулся и кивнул Линь Хуану. Парень достал материалы и медленно интегрировал их. Затем он использовал пять карт продвижения, которые проникли в тело Блади. Вскоре Блади превратился в золотой кокон. Наблюдая за четырьмя коконами, Линь Хуан пересчитывал карты монстров мифического уровня, которыми он владел. В тот момент он подумал, что 30 призывающих монстров все еще недостаточно. Он покачал головой, заставляя себя улыбнуться. В конце концов юноша обратился к Сяхаю. Теперь, когда моя сила призыва поднялась до псевдо верховного уровня Бога, я полагаю, должно быть усиление моей функции карт, не так ли? В связи с повышением твоего уровня функции карт теперь полностью классифицированы по классам. Карта первого класса. Применимо только к живым и неживым существам ниже превосходного. Карта второго класса. Применимо только к превосходным живым существам и неживым существам ниже уровня Бога. Карта третьего класса. Применима только к живым и неживым существам ниже уровня ложного бога. Золотая карта третьего класса. Специальная карта третьего класса, содержащая эффекты карт третьего класса. Она применима к живым и неживым существам уровня истинного бога. Золотая карта третьего класса в настоящее время является наивысшим достижением, которое у тебя есть. Золотая карта третьего класса и карта третьего класса. Мой инстинкт подсказывает мне, что это обман. Линь Хуан невольно пробормотал, увидев оценки, которые Сиахэй показывал ему. Система разобрала и слоты для вознаграждения карт. Вероятность получения золотой карты третьего класса среди карт третьего класса составляет лишь 1%. У карт розыгрыша теперь есть классы. Линь Хуан расширил глаза от ужаса, потому что это было для него плохой новостью. Да, в настоящее время у тебя есть 11697 карт. Они относятся к наградам второго уровня, поэтому ты можешь брать их только из лота для карт второго класса. Есть ли в слоте второго класса золотые карты третьего класса и обычные карты третьего класса? Тут же спросил юноша. В слот для карт второго класса помещается только 1% карт третьего класса. Золотых карт третьего класса там нет. А как насчет слота для карт третьего класса? Какова вероятность? В слоте для карт третьего класса нет карт первого и второго класса. У тебя есть 97% шанса вытянуть карты третьего класса. У тебя также будет 2% на шанс вытянуть золотые карты третьего класса и 1% — карты четвертого класса. Итак, как мне активировать слот для карт третьего класса? Немедленно спросил Линь Хуан. Карты розыгрыша второго класса, которые у тебя есть, можно обменять на карту розыгрыша третьего класса в соотношении 101. После завершения обмена ты сможешь воспользоваться слотом для карт третьего класса. Сердце Линь Хуана упало, когда он услышал соотношение. Настоящий обман. Линь Хуан ахнул. Если ты будешь вытягивать карты из слота для карт второго класса, даже несмотря на вероятность успеха в 1%, ты вряд ли сможешь получить карту третьего класса. Возможно, ты не получишь ее даже после 100 розыгрышей. Другое дело, если активировать слот для карт третьего класса. В этом случае ты точно получишь карту третьего класса. Более того, есть вероятность, что ты можешь получить золотую карту третьего класса или даже карту четвертого класса. Активация слота для карт третьего класса того стоит, несмотря ни на что. То, что ты говоришь, имеет смысл, но мне кажется, что меня все равно обманывают. Линь Хуан погрузился в глубокую задумчивость, держась за подбородок. Он спросил, а в будущем появятся слоты для карты 4 и 5 классов? Какой ты умный. Хотя Сиахэй похвалил его, Линь Хуан был совсем недоволен. Он думал, что выиграв более 10 тысяч карт для розыгрыша, он будет постепенно получать от этого удовольствие. Но, к своему ужасу, он получил пощечину от суровой реальности вещей. Глава 1146. Необычный уровень императора, хотя извлечение карты слота для карт 3 класса было явно более целесообразным, чем извлечение карты слота для карт 2 класса, но Линь Хуан не стал спешить. Немного помолчав, он снова спросил. После того, как я перешел на уровень императора, мне должны дать карту для розыгрыша 3 класса. Я прав? Верно, но теперь получать карты 3 класса будет намного сложнее. Ты будешь получать такую награду за убийство монстров уровня ложного бога или выше. За каждого убитого противника уровня ложного бога ты получишь награду в виде карты 3 класса. Максимальное количество наград, которые ты можешь получить за убийство монстров одного боевого уровня, может быть в 10 раз больше. Это остается прежним. Что? Мне дадут карту 3 класса за убийство монстра уровня ложного бога, и неважно убью ли я монстра 1 уровня или 9 уровня ложного бога. Голос Линь Хуана стал громче. Верно? Нет никакой разницы, убьешь ли ты монстра 1 уровня ложного бога или 9, во внимание берется только основной боевой уровень. Далее награды будут рассчитываться также. Ты получишь одинаковую награду за убийство монстров одного и того же боевого уровня, независимо от того, будет он иметь первый или 9 уровень. А что, если я убью истинного бога? Снова спросил Линь Хуан. Если ты убьешь истинного бога, учитывая твою нынешнюю боевую мощь, у тебя будет возможность получить золотую карту 3 класса. Вероятность того, что ты получишь золотую карту 3 класса составит 90%, а вероятность получения карты 4 класса 10%. Понятно, изначально юноша думал, что у него будет больше возможностей для получения карты высшего класса, если он убьет истинного бога. Но оказалось, что система лишь немного улучшила качество розыгрыша. Линь Хуан подумал об этом и спросил, увеличится ли количество карт, если я воспользуюсь картой двойной награды? Поскольку карты были разделены на классы, часть из них, диапазон функций которых не ясен, будет ограничен этими классами. Карты двойной награды, которые у тебя сейчас есть, были отнесены к слоту с картам 2 класса, поэтому они не сработают во время получения карт 3 класса. Только карта двойной награды 3 класса будет работать при получении карт 3 класса. Линь Хуан наконец понял, услышав, что сказал Ся Хэй. Первоначальная карта двойной награды, карта повышения, карта временного повышения боевой мощи и тому подобное не ограничивались с точки зрения применения, в результате чего все бойцы могли использовать их независимо от их боевой мощи. Однако, поскольку система разделила карточки на классы, функции карт также разделились на классы. Это было равносильно тому, что человек купил 100 квадратных метров земли и построил дом площадью 300 квадратных метров, заняв свободное место вокруг. Но теперь, вся земля вокруг была продана, поэтому ему негде строить такой большой дом. Система Ся Хэй поместила эти карты в слоты с классами и, поэтому они будут работать только при применении к заданным классам. Хорошо, тогда, не считая карты двойной награды 3 класса, у меня будет только 19 карт наград 3 класса за каждый уровень. Другими словами, я получу 95 карт за 5 уровней, от черно-золотого уровня императора до фиолетово-золотого уровня. По этому поводу я хочу тебя немного поправить. Твой дворец жизни отличается от любого другого дворца жизни в этом мире Гравия. Твой уровень императора не будет разделяться от черно-золотого уровня императора до фиолетово-золотого. Лин Хуэн был потрясен, услышав, что сказал Ся Хэй. Он внезапно вспомнил, что боевая мощь на его личной карте действительно была не черно-золотого уровня императора, а просто уровня императора. Парень снова открыл свою личную карточку и снова взглянул на данные. К своему удивлению, он понял, что показанная на нем боевая мощь действительно была просто уровня Императора. Он был ошарашен. Если я не могу, как остальные, развиваться с черно-золотого уровня до фиолетово-золотого уровня Императора, то как мне повышать свой уровень? Лин Хуан понятия не имел, как ему развиваться. Подумая о людях из этого мира Гравия, как они могут подняться с черно-золотого уровня Императора до фиолетово-золотого уровня, медленно произнес голос каменной плиты. Но Лин Хуан все равно ничего не мог понять, поэтому решил спросить. Чтобы подняться, нужно убивать монстров уровня Императора и забирать их жизненную основу для интеграции. Чтобы подняться с черно-золотого уровня Императора до красно-золотого уровня, нужно убить монстра красно-золотого уровня Императора или выше, и заполучить его жизненную основу. Этот процесс похож на развитие с уровня Бессмертия до черно-золотого уровня Императора. Лин Хуан внезапно остановился, а затем пробормотал. Ты хочешь сказать, что для того, чтобы увеличить уровень мне нужно интегрировать божества в свой дворец жизни? В любом случае, это дворец жизни. Остальные методы развития работают так же, какими бы разными они ни были, сообщила каменная табличка, улыбаясь. Итак, сколько интеграции мне потребуется, чтобы подняться до уровня ложного бога? Немедленно спросил Линь Хуан. Это зависит от того, сколько интеграции сможет принять твой дворец жизни, и когда он достигнет предела. Когда больше не будет возможности интегрировать божества, это будет означать, что тебе пора подняться до уровня ложного бога, тон каменной таблички звучал так, будто все было понятно. То, что ты говоришь, кажется безупречным с точки зрения логики. Линь Хуан решил последовать совету каменной таблички, который заключался в интеграции божеств. Ранее он смог с его помощью перейти на уровень императора. Немного подумав, юноша сказал, Меня не волнует, сколько будет уровней. Когда я интегрирую достаточно божеств в свой дворец жизни, я смогу перейти на уровень ложного бога. А пока я буду называть его дворцом жизни уровня императора первого ранга, я буду добавлять один ранг каждый раз, когда будет проходить интеграция. Посмотрим, сколько рангов потребуется, чтобы пройти полный цикл. Линь Хуан не заметил, что информация на его личной карте изменилась автоматически, как только он это сказал. Изначальная боевая мощь эволюционировала от просто уровня императора до первого уровня императора. Судя по процессу, посредством которого я поднялся до уровня императора, в качестве основного материала для каждого нового ранга потребует божество девятого уровня ложного бога, а божества других уровней и разбитые божества будут выступать в качестве вспомогательных материалов. Из основного материала у меня сейчас есть только три божества 9 уровня ложного бога и довольно много вспомогательных материалов. Лин Хуан получил в награду трех божеств 9 уровня ложного бога, когда был на лестничном дереве. Их можно было использовать как основной материал для повышения его боевой мощи. Проблема заключалась в том, что он использовал большинство других божеств и разбитых божеств для своего развития до уровня императора. Но тех, что у него осталось было недостаточно, чтобы перейти на второй уровень императора. Возможно, будет сложно собрать вспомогательные материалы, чтобы перейти на третий и четвертый уровень императора, но не должно быть слишком сложно собрать достаточно вспомогательных материалов, чтобы подняться до второго уровня императора. Убедившись, что с методом развития все в порядке, Линь Хуан, не колеблясь, выбрал божество девятого уровня ложного бога. Он отправил его в свое тело и в то же время отправил в свое хранилище несколько оставшихся божеств и разбитых божеств. Божества и разбитые божества врезались в его дворец жизни, как метеоритный дождь. Вскоре их окружили 10 золотых колес жизни, которые напоминали солнце. Из каждого колеса жизни появился божественный огонь и полностью окутал божества. Линь Хуан сразу почувствовал прогресс в обработке. Скорость обработки увеличилась почти вдвое по сравнению с предыдущей. Учитывая текущую эффективность обработки без моей помощи, потребуется 6-7 месяцев, чтобы полностью усовершенствовать это божество девятого уровня ложного бога. Но если я буду принимать в этом участие, то думаю, мне понадобится всего около месяца, чтобы завершить процесс. Что мне нужно сделать сейчас, так это найти достаточно божеств, чтобы поднять мой дворец жизни до второго ранга, прежде чем это божество девятого уровня ложного бога будет полностью очищено. Глава 1147. Две особые карты отправив божества в свое тело. Линь Хуан некоторое время посмотрел на процесс очищения, а затем перестал обращать на это внимание. Он спросил Сяхе. Ты сказал мне, что карты третьего класса эффективно работают только на уровне ложного бога. Значит ли это, что карта исцеления третьего класса может быть использована для лечения травмы мистера Фуда? Если это карта исцеления третьего класса, с ее помощью можно вылечить все травмы, которые есть у людей, обладающих уровнем ниже уровня истинного бога. Хорошо, я готов получить карту исцеления третьего класса. Ты уверен, что хочешь это сделать? Если ты будешь меня карты второго класса, то соотношение к обмену будет 101. Другими словами, тебе понадобится тысячу карт, чтобы обменять их на карту исцеления третьего класса. Я знаю. Сделай это, подтвердил Линь Хуан. Он знал о конкретных условиях обмена карт с самого начала. В конце концов, он делал это не раз. Ладно. В настоящее время у тебя есть 11728 карт второго класса. У тебя останется 10728 карт после этого обмена, ты потратишь тысячу карт. Поздравляю, ты получил особую карту, карту исцеления третьего класса. Могу ли я обменивать карты второго класса на карты третьего класса по своему желанию? Могу ли я обменять их обратно, если обменяю, а через несколько дней пожалею об этом? Есть ли какие-то ограничения? Линь Хуан подумал об этом и задал несколько вопросов. Ты можешь трижды проделать это, без каких-либо условий. Однако обмен будет полностью запрещен, если ты захочешь сделать это более трех раз. Теперь все понятно. Обменяйте оставшиеся карты второго класса. Хочу, чтобы ты обменял 10 тысяч карт второго класса на карты третьего класса. Оставшиеся 728 пока отложи, сказал Линь Хуан Сяхаю. Ты уверен, что хочешь это сделать? Сяхаю хотел услышать подтверждение. В конце концов, ему разрешалось сделать это только три раза. Уверен. Линь Хуан сразу же без колебаний кивнул. Карты второго класса были для него пустяком, а оставшихся чуть более 700 карт ему будет достаточно. К тому же, если их окажется недостаточно, то он сможет обменять их обратно. Обмен 10 000 карт второго класса на карты третьего класса. Поздравляю, вы получили карты третьего класса Х-100. Теперь у вас есть. Карты второго класса Х-728. Карты третьего класса Х-100. То Линь Хуан уставился на появившуюся запись и внезапно спросил, есть ли среди карт третьего класса карты, которые могут оживить человека. Есть карта возрождения, но ее можно использовать только для оживления людей первого уровня. Это не сработает, если человек находится на втором или выше уровне священного огня. Если ты хочешь оживить человека второго уровня, тебе понадобится карта как минимум четвертого класса. Карта возрождения – это особая карта, которая включает в себя силу правила. Такая карта ограничена мировым правилом, поэтому эта карта третьего класса будет иметь эффект только первого уровня. Я знаю, мне как раз нужно оживить человека первого уровня. Линь Хуан кивнул и сделал паузу, прежде чем снова спросить, будут ли у человека, которого я оживлю, какие-либо последствия из-за карты. Нет, эта карта воскрешает умершего с силой правила. Тело и душа умершего будут восстановлены и восстановлены в том же состоянии, в котором были до смерти. Никаких странностей и последствий не будет. Замечательно, Линь Хуан наконец почувствовал облегчение. Тогда обменяй мне карту возрождения. Обмен конкретной карты возрождения потребует 10 карт третьего класса. Ты уверен, что хочешь это сделать? Уверен. Обмен 10 карт третьего класса на одну особую карту. Поздравляю, вы получили особую карту, карту возрождения. Третий класс X1 Линь Хуан призвал карту сразу после ее получения. Лицевая сторона карты представляла собой движущееся изображение. На изображении было запечатлено захоронение в полночь. Внезапно могила посреди захоронения задрожала, и из нее медленно выполз человек. На его одежду прилипла грязь, но он совсем не был похож на мертвого. Мужчина с недоверием уставился на свои руки после того, как вылез из могилы. Затем он положил правую руку на левую сторону груди. Карта стала черной, и в темноте отчетливо ощущалось биение сердца. Линь Хуан улыбнулся. Затем он перевернул карту. Карта возрождения тип карты. Особая карта уровень. Третий класс функции. Карта может оживить конкретное живое существо после активации. Примечание 1. Эту карту нельзя отозвать после того, как она была активирована, поэтому пользователь должен указать цель в течение трех минут. Карта распадется автоматически, если цель не указана в течение трех минут. Примечание 2. Цель должна быть в пределах 10 метров от пользователя. Карту нельзя использовать на цель, находящуюся в недосягаемости. Примечание 3. Цель должна быть частью умершего. Это может быть тело умершего, прах, волосы, кровь, фрагмент души и т.д. Примечание 4. Цель должна быть живым существом. Это не может быть коллективным сознанием. Если это живое существо с множеством индивидуальных сознаний, карта может воскресить только 10 сознаний случайным образом. Используйте больше карт, чтобы оживить другие сознания, исключенные из возрожденных. Примечание 5. Эту карту можно использовать только на людях с первым уровнем. Перед тем, как кивнуть, Линь Хуан внимательно прочитал детали на обратной стороне карты. Затем он отозвал карту. Естественно, он отложил эту карту возрождения для толстого Инханье. Хотя толстяк был разговорчивым, ленивым и имел много вредных привычек, он был замечательным человеком, обладавшим прекрасными кулинарными навыками. Самое главное, он относился к Линь Хуану как к другу. Три года назад, когда Линь Хуан только появился в этом мире, у него не было друзей. Поэтому можно сказать, что толстяк стал первым другом Линь Хуана в этом мире Гравия. Хотя он ранее знал Лилан, но они встречались лишь раз, поэтому их нельзя было считать друзьями. Последние два года Линь Хуан думал о смерти толстяка. Хотя он всегда говорил, что эта великая госпожа выюбила толстяка и что он отомстил за него, но юноша знал, что косвенно был причиной убийства его друга. Если бы он не убил выишеня и не оскорбил великую госпожу вы, последняя не послала бы Лиле убить его. Тогда толстяк не встретил бы Лиле и его бы не убили. Теперь вопрос, который так долго беспокоил Линь Хуана, наконец был решен. Глава 1148. Так вот ты какой, Гэнфу. Когда ноябрь подходил к концу, в Мирном океане была зима. Вода в Мирном океане отличалась от обычной воды, потому что она не могла быстро замерзать, даже если температура падала ниже нуля. Когда температура опускалась ниже 30 градусов по Цельсию, на поверхности появлялся только тонкий слой льда. Однако чем глубже океан, тем ниже точка замерзания морской воды. Некоторые исследователи даже выяснили, что самая низкая температура на дне Мирного океана составляет минус 270 градусов по Цельсию. На данный момент в океане было минус 20 градусов по Цельсию. Море было покрыто ледяным туманом, и казалось, будто весь мирный океан был задрапирован белым шифоновым покрывалом. Даже полубоги обычно не осмеливались входить в Мирный океан в такую ужасную погоду. Одна из причин заключалась в том, что в ледяном тумане находилось необычное магнитное поля, из-за которого было невозможно установить координаты и направления на кольце сердца империи. Другая причина заключалась в том, что ледяной туман над Мирным океаном поглощал энергию. Если кто-то слишком долго находился в ледяном тумане, даже божественная сила и жизненная сила полубога могли оказаться полностью истощены. Еще одна причина заключалась в том, что температура глубоководного моря зимой постоянно снижалась. Большинство морских чудовищ и рыб старались держаться как можно ближе к поверхности. Низкая температура заставляла многих морских королей и других монстров скрываться прямо под поверхностью, что делало ее как минимум в сто раз опаснее, чем обычно. Однако фиолетово-золотой силуэт прорвался сквозь слои ледяного тумана, несмотря на ужасные условия. Он пролетел около 20 метров над уровнем моря на безумно быстрой скорости. Если бы у кого-то было потрясающее зрение, он смог бы увидеть, что это был фиолетовый величественный орел с золотыми узорами на теле. К тому же, на его спине сидел красивый молодой человек. На вид ему было всего лет 20. Естественно, это Линь Хуан и Гром путешествовали над Мирным океаном в такое время. Это был первый раз, когда Линь Хуан призывал Грома с тех пор, как он поднялся до мифического уровня. Все морские монстры избегали Грома, поскольку он был четырежды мутировавшим монстром мифического уровня, обладающий боевой мощью фиолетово-золотого уровня Императора. Такой монстр был прирожденным врагом морских чудовищ, учитывая его нынешнюю боевую мощь. Большинство морских чудовищ избегали, как только начинали ощущать его ауру. Они столкнулись с двумя морскими королями уровня полубога, бросившими им вызов. Тем не менее, Гром не приложил усилий для сражения, поскольку один только его крик проник сквозь морскую воду и проник в головы морских королей. Морские короли чувствовали себя так, как будто одновременно раздались в тысячи ударов Грома, оглушив их до бессознательного состояния. Сила под названием Громовой удар была новым навыком Грома, полученным после перехода на мифический уровень. Основным эффектом была звуковая атака и сдерживание души. На самом деле никакого физического вреда это не наносило. Но противники теряли сознание только от его крика. Даже если противник был силен, эта сила все равно могла оглушить его на какое-то мгновение. Гром не удосужился атаковать морских королей уровня полубога, преграждающих ему путь. Он только издал крик и пролетел мимо двух потрясенных морских королей. Гром утих, и через несколько минут морские короли пришли в себя. Естественно, внезапное появление Линьхуана в Мирном океане было связано с поиском мистера Фу. Однако он не сообщил Гнуфу о своем визите заранее, потому что хотел сделать ему сюрприз. Выйдя из пространственного портала в порту Мирного океана, Линьхуан забрался на спину грома, и они летели пример час, прежде чем обнаружили корабль мистера Фу. Он был потрясен, увидев, что происходит. Гэнфу был одет в синие пляжные шорты и желтую рубашку с цветочным рисунком. Он лежал в кресле и рыбачил в своих солнечных очках. Что потрясло Линьхуана, так это то, что две русалки прислуживали ему с обеих сторон. У двух русалок были рыбьи хвосты и красивые туловища. У них были потрясающие фигуры, которые подчеркивали две ракушки, прикрывающие их груди. Одна из них массировала руку Гнафу, а другая кормила его фруктами. Линьхуан осторожно похлопал грома, чтобы тот опустился. Почувствовав, что к его кораблю приближается монстр, мистер Фу поднял голову и посмотрел в направлении грома. Когда он собирался атаковать, взмахнув удочкой, он почувствовал знакомую ауру и остановился. Он приподнял бровь, когда внимательно рассмотрел фигуру. Линьхуан Тем временем гром приземлился на палубу корабля, и Линьхуан спрыгнул со спины грома. Сэр Линьхуан не стал отзывать грома и пошел прямо к Гнуфу. Гэнфу был ошеломлен, увидев парня, как и прекрасная русалка, кормившая его очищенным морским виноградом. Гэнфу покраснел и отмахнулся от двух прекрасных русалок. Мне нужно кое-что сделать, можете уходить. Две русалки послушно кивнули и прыгнули с палубы в мирный океан. Они неохотно попрощались с Гномфу перед тем, как скрылись под водой. Избавившись от русалок, Гэнфу повернул голову и посмотрел на Линьхуана. Русалки Тебе не нужно ничего мне объяснять, сэр. Линьхуан никогда не планировал расспрашивать о жизни Гэнфу. Поскольку половина тел русалок выглядела человеческой, некоторые коллекционеры покупали их в качестве рабов за их послушный характер. Некоторые даже удовлетворяли с ними свои сексуальные желания. По крайней мере, у мистеров были русалки, они водяные. Это не то, что ты подумал, продолжил Гэнфу с виноватым видом. Я как-то жарил рыбу на гриле и привлек племя русалок. Чтобы есть мою рыбу-гриль, они каждый день присылают двух-трех русалок, которые оказывают мне всевозможные услуги. Некоторые собирают для меня ингредиенты, а иногда моют мой корабль. Они выполнили ту работу, которую я просил их сделать за несколько дней, поэтому начали искать другие дела, которыми можно заняться. Они делали мне массаж, когда я ловил рыбу, и кормили фруктами. Мы больше ничего не делали. Ах, Линьхуан отреагировал очень спокойно. Для Гэнфу его реакция была явно поверхностной, поэтому он подчеркнул. Я серьезно. Я знаю, Линьхуан кивнул. Увидев, что Линьхуан остается спокойным, Гэнфу открыл рот и внезапно осознал изменение в ауре парня, прежде чем он успел сказать то, что собирался. Твоя аура. Ты поднялся до уровня императора? Когда Гэнфу сказал это, он почувствовал странность в Линьхуане. Он не мог не пробормотать. Почему мне кажется, что ты достиг уровня ложного бога? Я поднялся до уровня императора, но добился этого необычным методом, кратко объяснил Линьхуан. Но это не значило, что он не хотел объяснять, просто сейчас было кое-что более важное. Не будем обо мне говорить. На этот раз я навестил тебя, чтобы решить проблему твоего разбитого божества. Глава 1149. До свидания, сэр. Ты действительно нашел решение проблемы с моим разбитым божеством? Глаза Гэнфу загорелись, когда он услышал Линьхуана. Он совершенствовался много лет, но ему еще предстояло найти способ восстановить свое божество. Однако у него почти не возникло сомнений, когда он услышал это. В конце концов, он знал, что Линьхуан был императором династии, у которого была организация, поддерживающая его в большом мире. У него были способы, которые он не мог вообразить. Да, подтвердил Линьхуан, улыбаясь. Я должен за это что-то сделать? Сразу спросил Гэнфу. Я должен к чему-то подготовиться? Нет, и опасений тоже нет. Линьхуан указал на стул. Ложись и закрой глаза. Активируй свой божественный телекинез и божественную территорию. Это займет всего минуту. Гэнфу сразу же откинулся на стуле, затем активировал божественный телекинез и божественную территорию. Он закрыл глаза, несмотря на то, что в данный момент чувствовал небольшое беспокойство. За 800 лет он почти забыл, каково это чувство тревоги. Теперь внезапно он снова его ощутил. Линьхуан указал на сердце Гэнфу после того, как он лег и закрыл глаза. В то же время парень использовал карту исцеления третьего класса. Карта исцеления превратилась в золотое сияние, которое мог видеть только Линьхуан, и потекло в сердце Гэнфу из кончиков пальцев юноши. Почти в то же время, когда золотое сияние проникло в тело мистера Фу, он ощути, что все в его теле начало быстро восстанавливаться. Ощущение было странным. Ему очень хотелось узнать, что именно делал Линьхуан. Однако он вспомнил, что парень попросил его закрыть глаза, а также думать о своем божественном телекинезе и божественной территории, поэтому он подавил свое желание узнать правду. Мужчина не хотел прерывать процесс исцеления Линьхуана своим импульсивным любопытством. Тело Гэнфу начало восстанавливаться, как только карта исцеления стала действовать. Теперь не только его тело становилось моложе, но и его слабая душа становилась сильнее, и даже божество в его теле и поврежденная база совершенствования также быстро исцелялись. Гэнфу чувствовал, что его тело каждую секунду претерпевает огромные изменения. Это исцеление смогло улучшить даже его снизившуюся боевую силу. Ложный бог шестого уровня. Ложный бог седьмого уровня. Ложный бог восьмого уровня. Его аура непрерывно росла. Однако Линьхуан больше всего изменений видел в теле Гэнфу. Худой старик молодел со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Помимо восстановления кожи и мускулов, увеличивался даже его рост. В течение нескольких коротких секунд Гэнфу превратился из тощего старика в молодого человека, который выглядел так, как будто ему было чуть больше 20. Даже Линьхуан должен был признать, что внешность Гэнфу была такой же очаровательной, как и его. Увидев, как теперь выглядит Гэнфу, Линьхуан вспомнил время, когда мужчина посетил его в его доме. Он замаскировался так, как выглядел сейчас. Значит, он говорил правду. Тогда он действительно был ростом 1,85. Тем временем Гэнфу тайно заглянул в свое тело. Он понял, что его тело стремительно меняется. Он не мог оторвать глаз от изменений в божестве. Божество, которое у него было, изначально было почти распавшимся, в результате чего трещины образовались повсюду, как паутина. Однако эти крошечные трещины были полностью устранены в течение нескольких секунд, и восстановление продолжалось. Трещины, похожие на паутину, восстанавливались, словно время повернули вспять. Даже большая трещина, из-за которой божество почти распалось, быстро затягивалась. На самом деле весь процесс занял менее 15 секунд. Однако для Гэнфу это был долгий процесс. Он даже не потрудился изучить другие изменения, происходящие в его теле. Все, что он делал, это смотрел на божество, наблюдая, как затягивается гигантская трещина. В конце концов, оно было полностью восстановлено, без единого следа повреждений. Когда Гэнфу отказался от своего наблюдения за божеством, он понял, что его божество было не единственным, что было восстановлено. Его тело, как и его душа, восстановились до того уровня, каким он был более 800 лет назад. Что удивило Гэнфу больше всего, так это то, что его боевая мощь восстановилась до восьмого уровня ложного бога, а значит, мужчина был всего в одном шаге от достижения девятого уровня ложного бога. Линь Хуан убрал палец, который указывал на сердце Гэнфу, только когда трансформация почти закончилась. Теперь ты можешь открыть глаза. Гэнфу наконец открыл глаза, услышав голос Линь Хуана. Открыв глаза, он первым делом включил камеру на своем кольце сердца империи и спроецировал свое собственное изображение. Не могу поверить, я был таким красивым, когда был молод. Гэнфу вскочил со стула, увидев, что снова стал таким, как в молодости. Затем он опустил голову и уставился на свои руки. Меня переполняет энергия. Такое ощущение, что я вернулся назад. Твое божество полностью восстановилось? Сразу спросил Линь Хуан. Да, оно полностью восстановилось. Не осталось и следа от повреждений. Гэнфу удовлетворенно кивнул. То, что ты сделал, настоящее безумие. Гэнфу не стал спрашивать Линь Хуана, что именно он сделал. Как мудрый человек, он знал, что есть секреты, в которые нельзя заглядывать. Но это коснулось не только моего божества. Моя душа, мое тело и моя боевая сила восстановились до своего пика. Я ощущаю, что моя боевая мощь скоро достигнет девятого уровня ложного бога. Ты это заслужил. В конце концов, прошло более 800 лет с тех пор, как твоя боевая мощь увеличивалась, ответил Линь Хуан с улыбкой. Услышав описание Гэнфу, эффект карты исцеления оказался даже лучше, чем он ожидал. Повышение моей боевой мощи, это трудная задача. Я бы не хотел упустить такую возможность. Гэнфу поднял голову и посмотрел на Линь Хуана. Я думал уговорить тебя остаться на несколько дней, чтобы мы спокойно поговорили, но похоже, что мы сделаем это в следующий раз, потому что я собираюсь совершенствоваться за закрытыми дверями. Конечно, гораздо важнее сейчас заняться развитием, согласился Линь Хуан. К тому же, в ближайшие дни мне нужно кое-чем заняться, поэтому я не смогу остаться, даже если ты попросишь меня об этом. У нас будет много времени, чтобы поговорить, когда ты выйдешь из своего совершенствования за закрытыми дверями. Линь Хуан не планировал дольше оставаться здесь. Он призвал пространственный портал и хлопнул рукавом, чтобы вернуть Грома в карту. Гэнфу внезапно заговорил через голосовую связь, увидев, как Линь Хуан открывает пространственный портал. Спасибо. Линь Хуан сделал паузу и повернул голову, чтобы ответить. Ты мой учитель. Не нужно благодарностей. Сказав это, Линь Хуан замолчал и усмехнулся Гэнуфу. Чем мощнее твои способности, тем мощнее моя поддержка. Я буду тем, кто в конце концов выиграет. Ты маленький негодяй. Гэнфу покачал головой, улыбаясь. Линь Хуан махнул ему, войдя в пространственный портал. До свидания, сэр. Кивнув, Гэнфу улыбнулся Линь Хуану. Он смотрел, как портал начал медленно закрываться, а затем Линь Хуан полностью исчез. Глава 1150. Воскрешение Толстяка в городе Нанему, который находился в 1300 километрах от города Боцы, моросил дождь. Погода была мрачная, хотя был полдень. Кроме дня памяти, никто не посещал кладбище в восточном пригороде города, не говоря уже о таком дождливом дне ранней зимой, когда холод пронизывал до костей и заставлял их болеть. Однако в этот момент перед могилой на кладбище стоял силуэт. Это был красивый молодой человек, которому было всего 20 лет. На нем была темно-серая ветровка и черный зонтик в руке. Он довольно долго стоял перед могилой, прежде чем пробормотал. Маленький толстяк, ты, наверное, хорошо отдохнул, так как ты спал два года. Пришло время вставать и двигаться к своей мечте, стать охотником за едой. Молодой человек слегка пошевелил пальцем, как только закончил говорить. Вдруг рядом с ним появилось серебряное металлическое яйцо. Яйцо превратилось в лысую голову, похожую на человеческую, а затем засияло. Да, это был новый облик, который приобрел Повелитель на войны после того, как увеличил уровень. Теперь он был лысым человеком-роботом. Честно говоря, Линь Хуан вообще не мог понять стандарты красоты Повелителя войны. На самом деле он вполне мог купить себе парик, но решил, что он будет лысым, как яйцо. Линь Хуан отдал приказ, стараясь не обращать внимания на лысую голову. Повелитель войны, достань мне гроб из этой могилы. Повелитель войны открыл свое отделение, и два крошечных механических существа, похожих на броненосцев, выкатились из него. Они начали бурить могилу, как только появились. Вскоре могила была разрыта, и два механических существа вытащили черный гроб. Нам его открыть? Спросил Повелитель войны у Линь Хуана своим механическим синтезированным голосом. Парень убрал зонтик и создал огромное черное зеркало в форме зонта над ним и гробом. Когда на них перестал капать дождь, он кивнул. Открывай. Механические существа услышали приказ и воткнули свои острые когти в щели в крышке гроба. Затем они приложили силы и открыли гроб. Линь Хуан шагнул вперед и посмотрел на труп в гробу. Труп Толстяка превратился в скелет. Теперь трудно было сказать, как выглядело его тело, когда он был жив. Линь Хуан остановился, и на его лице появилась улыбка. Он включил камеру на своем кольце сердца империи, чтобы сделать пару снимков. Похоже, что за всю жизнь Толстяка сейчас самый худой. Я должен сфотографировать на память. Линь Хуан медленно достал карту возрождения после того, как сделал несколько фотографий. Он использовал карту, направив ее на труп Толстяка. После того, как карта возрождения распалась на бесчисленное количество частей, они вскоре превратились в золотые потоки разных размеров и проникли в кости Инханья. Примерно через секунду, после того, как золотые потоки проникли в кости, Линь Хуан увидел, как на безжизненном скелете с поразительной скоростью начало вырастать плоти органы. За пару секунд тело Толстяка полностью восстановилось. Два года назад он выглядел точно так же до своей смерти. На его теле остались даже все недостатки. Мгновение спустя Линь Хуан услышал сердцебиение в груди Толстяка. Постепенно все жизненно важные органы мужчины начинали работать. Примерно через 10 секунд его жизненно важные органы наконец стабилизировали свою работу. Линь Хуан почувствовал, что эффект карты возрождения полностью исчез. Однако лежавший в гробу Толстяк не проснулся. Когда Линь Хуан захотел узнать, что случилось, он услышал храп Толстяка из гроба. Этот парень, Линь Хуан, был ошеломлен. Вытащи его. Два механических существа безжалостно перевернули гроб, услышав приказ Линь Хуана. Толстяк, который находился в глубоком сне, после падения сразу проснулся и сел на землю. Он огляделся. Это кто? Разве ты не можешь дать мне поспать? Сказав это, он увидел Линь Хуана, стоявшего недалеко от него. Он наблюдал за ним, и у него были странные ощущения. Затем он сказал, «Эй, ты похож на моего друга, но ты выше и сильнее». Линь Хуан достал комплект одежды из своего хранилища и швырнул его Толстяку. «Оденься». Посмотрев на свое тело, мужчина увидел, что вся его одежда была разорванной. Некоторые из его интимных частей были обнажены, поэтому он немедленно их прикрыл. «Кто надел на меня эту рваную одежду?» Спросив, Толстяк внезапно понял, что-то, что на нем было одето, казалось знакомо. «Хм, странно. Думаю, это мое. Но почему одежда так порвана?» Затем он пристально посмотрел на Линь Хуана. «Что ты со мной сделал?» «Я говорил тебе, что мне нравятся девушки. Не смей подходить ближе. Подумай, что ты помнишь». Линь Хуан проигнорировал глупости мужчины и спросил, «Что я помню?» Толстяк на мгновение оказался ошеломлен. В его голове стали появляться образы, а его рот открывался все шире и шире от шока. Спустя долгое время Толстяк потерянно смотрел на Линь Хуана. «Я был мертв?» Линь Хуан кивнул ему. «Но почему я?» Мужчина взглянул на свои руки. Он хотел использовать свое кольцо сердца империи, чтобы посмотреть на себя, но понял, что кольцо на его пальце больше нельзя использовать. Линь Хуан включил камеру на своем кольце сердца империи и спроецировал изображение Толстяка. Мужчина смутился, увидев себя сидящим на земле в разорванной одежде. Однако вскоре он заметил рядом с собой гроб и кое-что понял. «Ты оживил меня?» Линь Хуан снова кивнул. «Ты родственник Линь Хуана?» «Почему ты так на него похож?» В памяти Толстяка Линь Хуан был молодым человеком ростом метр семьдесят. Разница с нынешним Линь Хуаном была значительной. «Я Линь Хуан», наконец, парень назвал себя. «Прошло больше двух лет с тех пор, как ты умер». Он вкратце рассказал ему, что произошло, поскольку Толстяк все еще выглядел озадаченным. К мужчине начали возвращаться воспоминания. Образы в его голове, наконец, совпали с тем, что рассказал Линь Хуан, и он вспомнил все подробности, произошедшие два года назад. В его глазах промелькнула ностальгия, когда он подумал о Чжан Мэн Мэн, но ему удалось быстро скрыть свои эмоции. Толстяк казался взволнованным после того, как осознал, что он действительно воскрес. «Поскольку тебе удалось оживить меня, ты, должно быть, стал превосходным. С этого момента я буду полагаться на тебя. Можешь сначала одеться». Линь Хуан с презрением посмотрел на Толстяка, который был в разорванной одежде. Его штаны также были разорваны, поэтому было видно почти все. Только теперь мужчина вспомнил, что он все еще сидел в рваной одежде. Он сразу же спрятался за гроб и оделся. Конечно, одежда Линь Хуана не подходила по размеру для Толстяка. Он не смог застегнуть брюки, которые были еще и слишком длинными. Рубашка и пиджак оказались тесными, так что виднелся его большой живот. «Твоя одежда слишком мала», — пожаловался Толстяк, кое-как одевшись. «Ты слишком толстый. Куда мы теперь отправимся?» — спросил Толстяк. «Мы идем домой». Линь Хуан передал ему черный зонтик. Глава 1151. Возвращение в резиденцию и домой. Толстяк был ошеломлен и заколебался. «Разве ты не сказал, что я умер два года назад? Как мне объяснить, что я вернулся? Просто скажи, что ты скрывался от врага и инсценировал свою смерть». Немного подумав, Линь Хуан предложил вариант. «А как мне объяснить то, что за эти два года мое тело вовсе не изменилось?» Снова спросил Толстяк, чувствуя себя беспомощным. В возрасте от 16 до 17 лет молодые люди быстро растут. За эти два года Линь Хуан вырос более чем на 10 сантиметров, и теперь его рост был 1,83. Он больше не был похож на подростка. Парень был явно взрослым человеком. Однако Толстяк выглядел точно так же, как и два года назад. В нем вообще ничего не изменилось. Его семья определенно отнесется к этому скептически. Линь Хуан подумал об этом и объяснил. «Скажите им, что твое тело временно перестало расти. Скажи, что это побочный эффект эликсира, который ты принял, чтобы сымитировать свою смерть, но у побочного эффекта есть ограничение по времени. Он может длиться всего 2-3 года». Услышав это, мужчина кивнул, поскольку не мог придумать лучшего объяснения, чем это. Но для посторонних ты должен использовать другую личность. Если кто-нибудь узнает, что тебя воскресили, то эта новость быстро распространится. В таком случае, тебя постоянно будут преследовать неприятности. За тобой начнут следить многие организации, и мы не можем исключить возможность того, что подпольные организации могут применить к тебе насилие. Если это произойдет, то не только ты, но и твоя семья будет в опасности. Я помогу тебе создать другую личность. Ты проживешь свою жизнь как брат Инханье. Придумай себе имя. Хорошо. Инханье быстро кивнул, так как ему не хотелось становиться целью для многих организаций. Линь Хуан снова внимательно посмотрел на Инханье и подумал, что такая одежда точно привлечет внимание. Затем он призвал Гастли, который поднялся до мифического уровня и выглядел как джентльмен. На голове у него был черный цилиндр, по кругу были выложены бриллианты. Половину его лица закрывала золотая маска, а губы скривились в ужасающей усмешке. Его черная мантия с золотыми узорами была элегантной и изысканной. По виду можно было сказать, что она была дорогой. Он держал черную трость, верх которой был украшен золотом и серебром. Его белые кожаные туфли были чистыми, как жемчуг. Он больше не выглядел смешным клоуном. Даже его харизма заставляла его казаться благородным джентльменом, происходившим из известной семьи, которая жила сотни лет назад. Кто это? Инханье удивился, увидев Гастли, появившегося из ниоткуда. Он мое императорское существо. Инханье внимательно посмотрел на Гастли, услышав ответ Линьхуана. Теперь он был удивлен еще больше. Он правда не человек? Нет, он просто похож, небрежно ответил Линьхуан и повернул голову к Гастли. Он сменил тему. Гастли, примени маскировку. Основная цель – не дать никому узнать его лицо. Не меняй размер его тела. Просто немного подправь его одежду, чтобы она не выглядела так, как сейчас. Гастли подошел к толстяку и осмотрел его сверх донизу. Затем он щелкнул пальцами. В мгновение ока мужчина стал выглядеть так, будто ему сделали пластическую операцию. Его юное лицо превратилось в лицо мужчины с грубой кожей. Теперь на нем была синяя мантия и он стал похож на комика. Линьхуан чуть не рассмеялся, когда увидел его. Но сам толстяк выглядел потерянным. Он подумал, что Гастли сделал его уродливым, поэтому сразу коснулся его лица. Что не так? Что-то не так с маскировкой. С лицом все хорошо, но нужно его переодеть, сказал Линьхуан Гастли. Гастли закатил глаза и неохотно снова щелкнул пальцами. Теперь наряд толстяка стал более-менее нормальным, но он был будто из бойбенд вместе с Линьхуаном. Очевидно, Гастли сделал это специально. Линьхуан хотел заставить Гастли снова сменить его наряд, но немного подумав, решил, что не стоит этого делать, так как он не знал, что Гастли может сделать в следующий раз. Сделай себя невидимым и оставайся рядом со мной. Не пытайся ускользнуть. Как только Линьхуан сказал это, Гастли исчез, щелкнув пальцами. Только Линьхуан мог его видеть, и он начал корчить глупой рожи толстяку, который находился менее чем в 10 сантиметрах от него. Куда он делся? Он стал просто невидимым, мужчина огляделся, он подумал о том, что появилось много странного в этом мире. Ты тоже можешь получить такую способность. Линьхуан положил руку на плечо мужчины и, схватив его, взлетел. Мгновение спустя дуэт появился в единственном деловом районе города Наньмо. Толстяк огляделся и озадаченно уставился на Линьхуана. Почему мы здесь? Ты должен принять душ и одеть нормальную одежду. Ты разве не чувствуешь запах, который от тебя исходит? Кроме того, тебе придется убрать маскировку, когда ты вернешься домой. Не думаю, что тебе следует появляться перед бабушкой в таком виде. Толстяк поднял руку и понюхал подмышку. Ему стало настолько противно, что его чуть не стошнило. Теперь он понял, почему Линьхуан старался держаться от него как можно дальше. В итоге, мужчина отправился в баню, а затем они пошли по магазинам и купили несколько комплектов одежды для толстяка. Линьхуан заставил гостли снять с мужчины одежду после того, как он надел новую. Затем они направились в резиденцию Инь. С тех пор, как семья передала отель Кылай Линьхуану, он ничего с ним не делал, только вначале определил направление его развития. Однако под управлением профессиональной команды менеджеров прибыль отеля Кылай была в 10 раз больше, чем 2 года назад. Линьхуан владел 50% акций семьи Инь. Годовая прибыль, которую получала семья, стала намного выше, чем раньше, поэтому они смогли накопить неплохое состояние. Слезы навернулись на глаза Иньханье, когда он увидел старый дом, который был хорошо знаком. Изначально он беспокоился о том, как живет его семья. В конце концов, он и его отец скончались, и некому было управлять отелем Кылай. Однако толстяк почувствовал облегчение, когда увидел, что двор был таким же аккуратный, как и 2 года назад. Он взглянул на Линьхуана, который спокойно стоял рядом с ним, и подумал, что его старый друг, должно быть, помог его семье. Как только пожилой охранник у входа заметил их, он прищурил глаза и стал внимательно следить за ними. Вскоре он узнал Линьхуана. Хотя парень значительно вырос, но на самом деле его внешность практически не изменилась. Многие люди навещали семью в течение последних двух лет, но среди них не было никого более молодого, чем Линьхуан. Вы мистер Линь? Пожалуйста, проходите. Проходите. Я скажу дворецкому и леди, что вы здесь. Очень признателен, сэр. Линьхуан кивнул, улыбаясь. Он не ожидал, что этот человек вспомнит его. Глава 1152. Когда ты последний раз намочил свою кровать, Линьхуан и Линьхан не ждали в беседке во дворе, пока охранник сообщал семье об их прибытии. Вскоре охранник привел Дворецкого. Дворецкий, как обычно, был в черном смокинге. Казалось, он совсем не изменился, хотя прошло уже два года. Толстяк был слегка взволнован, когда увидел Дворецкого. Он хотел поприветствовать его, но Линьхуан, стоявший рядом с ним, остановил его с помощью голосовой передачи. Мистер Линь давно не виделись. Дворецкий не узнал Линьхан, но он был очень дружелюбным с Линьхуаном. В конце концов, его могли уволить, если бы Линьхуан не стал владельцем отеля Кылай два года назад. Если бы финансовое положение семьи стало нестабильным, то кормить еще одного человека было бы абузой. Не говоря уже о том, что оплата Дворецкому была немаленькой. Прошло более двух лет. Не могу поверить, что вы меня узнали. Воскликнул Линьхуан с улыбкой. Вы спаситель семьи. Как мы можем вас забыть? Вежливо ответил Дворецкий. Не говорите так. Линьхуан немедленно махнул рукой. Пожилая леди дома. Она ждет в гостиной на втором этаже. Только теперь Дворецкий заметил Линьхан. Могу я узнать, кто это? Он друг. Линьхуан дал лишь краткий ответ и больше ничего не стал объяснять. Видя, что Линьхуан не желает больше ничего рассказывать, Дворецкий не стал ничего спрашивать. Я вас проведу. Оба они последовали за Дворецким и, миновав двор, направились к дому. Войдя в дом, Дворецкий провел их на второй этаж. На диване в гостиной второго этажа сидела пожилая дама с седыми волосами. Слева от нее сидела женщина. Линьхуан узнал женщину, сидевшую рядом со пожилой леди. Она была тетей Инхан-е. Ся Линь, ты так давно не навещал меня. Восторженно поприветствовала пожилая леди, как только увидела Линьхуана. У Линьхуана не появилось никаких ощущений, но Инхан-е чуть не расплакался, когда увидел пожилую леди. Виноват. Я должен был навестить вас, сказал Линьхуан с улыбкой. Пожилая женщина увидела Инхан-е, который был рядом с юношей. Казалось, что она боялась строить догадки, поэтому спросила. Это этот парень рядом со мной. Линьхуан не сразу назвал его имя. Он боялся, что женщина может быть психологически неподготовленной, поэтому просто сказал улыбаясь. Это сюрприз, который я сделал для вас. Сюрприз. Вы решили устроить для меня шоу? Смущенно спросила пожилая леди. Однако на самом деле она была настроена скептически. Она тайком взглянула в календарь. Сегодня было 26 ноября. Она быстро подумала об этой дате, но не смогла вспомнить, чтобы этот день был каким-то особенным. Сегодня не было праздника или чьего-то дня рождения. Несмотря на то, что она ничего не могла понять, пожилая леди не стала спрашивать, почему Линьхуан выбрал именно этот день, чтобы сделать ей сюрприз. Это необычное шоу, ответил Линьхуан. Думаю, оно вам понравится. Тогда давайте начнем. Пожилая женщина не могла понять, что Линьхуан пытался сделать, но решила ему довериться. Линьхуан подал знак Гастли, который был невидимым и находился рядом с ним. Гастли щелкнул пальцами. В то же время, когда пальцы щелкнули, маскировка Линьхуан была полностью снята, открыв его настоящее лицо. Как только появилось настоящее лицо парня, вся комната погрузилась в мертвую тишину. Выражение улыбающейся пожилой женщины замерло, и только спустя немного времени к ней вернулись эмоции. Женщина, сидящая рядом с ней, вначале улыбалась вместе с ней, но когда она увидела лицо Линьхуан, на ее лице отобразилось потрясение. Стоявший неподалеку дворецкий тоже был ошеломлен. Он даже открыл рот от удивления. Голос пожилой женщины немного дрожал. «Это правда ты?» Она повернула голову и посмотрела на Линьхуана. Затем спросила его. «Он настоящий?» Линьхуан слегка кивнул. «На самом деле Линьхан ежев». Тогда ему пришлось инсценировать свою смерть, чтобы спрятаться от своего врага из королевской семьи. Он заставил меня устроить с ним представление. Оскорбленный член королевской семьи пришел из крупной организации в основной зоне. «Мне пришлось инсценировать свою смерть, чтобы он не отомстил мне». К счастью, клан из которого был этот человек, обидел того, кого не следовало, и весь клан был убит. После этого, я больше могу не прятаться. Парни придумали эту историю, когда покупали одежду. «А что насчет твоей внешности?» «Почему ты выглядишь так же, как два года назад?» Тетя заставила ее усомниться. Она заметила это, потому что разница была ужасно разительной, когда Линьхуан стоял рядом с Инхан е. Она хорошо помнила, как Линьхуан выглядел два года назад. «У эликсира, который я выпил, был особый побочный эффект, благодаря которому мое тело оставалось таким, каким я был в момент его потребления. Этот побочный эффект непостоянный. Это продлится самые большие два-три года», — Инхан е сказал то, что придумал Линьхуан. Пожилая леди наконец успокоилась и повернула голову, чтобы посмотреть на Линьхуан. Некоторое время она смотрела на него серьезно, прежде чем спросить. «Ся Линь, он действительно Хан е?» «Ты не лежишь?» «Я могу шутить о другом, но по этому поводу я точно не стал бы разыгрывать вас», — мрачно ответил Линьхуан. Пожилая женщина кивнула и повернула голову, чтобы посмотреть на Инхан е. Она сурово посмотрела на него, прежде чем сказать. «Если ты действительно Хан е, надеюсь, ты не будешь возражать, если я спрошу кое-что личное». «Конечно, бабушка», — Инхан е кивнул, чувствуя себя немного беспомощным. Хан е всегда мочился в постель, когда был маленьким. Когда он в последний раз мочился в постель. Время и дата, я знаю, что Хан е это очень хорошо запомнил. Кроме того, он никогда не стал бы рассказывать об этом кому-то. Инхан е выглядел обеспокоенным и беспомощно ответил, взглянув на Линьхуана. «В последний раз это случилось, когда мне было 11. Было лето, и это было 18 июня. Помню, накануне я выпил слишком много воды, и мне приснился сон, как я очень долго искал туалет. В конце концов я нашел его». Так подробно, Линьхуан начал посмеиваться над ним. Второй вопрос. Пожилая женщина кивнула. «Какое из моих блюд ты больше всего ненавидел?» «На этот вопрос на самом деле есть два ответа. Первое – луковые кольца, а второе – холодная лапша, потому что я очень ненавижу лук и кориандр», – спокойно ответил толстяк. Пожилая леди не могла остановить слезы, когда услышала ответ. «Ты действительно Хан е, бабушка». Инхан е старался сдерживаться, но он не мог ничего поделать, когда увидел плачущую женщину. Он тоже не мог перестать плакать. Парень бросился к бабушке и обнял ее. Бабушка и внук рыдали, обнимаясь, и только через некоторое время успокоились. Линь Хуан ничего не говорил. Вместо этого он дождался, пока они успокоятся, и сказал, что Инхан е должен снова замаскироваться. Пожилая женщина и остальные немедленно согласились и пообещали сохранить в секрете возвращение Инхан е. Разобравшись с толстяком и его семьей, Линь Хуан передал акции от Эля Кэлай обратно семье. Затем он попрощался с ними и вернулся в императорский город в первом дивизионе. Глава 1153 Однажды мы обязательно встретимся после того, как Линь Хуан уладил все вопросы с Гэнфу и Инхан е. Он вернулся в императорский дворец, к этому времени небо уже потемнело. Он взглянул на штаб-квартиру династии, которая все еще была хорошо освещена. Немного помедлив, юноша вошел. Хотя парень был императором династии, он заходил в это здание всего несколько раз. Охранники и администратор стойки регистрации, которые работали сверхурочно, а также люди в вестибюле были ошеломлены. Увидев, как он вошел в здание, они уставились на него. Линь Хуан продолжал улыбаться, кивая людям. Он прошел прямо к стойке регистрации и спросил у модно одетой леди. Тиньфу здесь? Да, мастер Тиньфу здесь. Дама за стойкой немедленно кивнула. Спасибо, ответил Линь Хуан и повернулся, направляясь в офис Хуан Тиньфу. Леди за стойкой регистрации смотрела, как Линь Хуан уходит. Казалось, что она была им очарована и тихо пробормотала. Мастер-император поблагодарил меня. Линь Хуан постучал в дверь, когда дошел до офиса Хуан Тиньфу. Вскоре из комнаты послышался ответ. Входите. Затем Линь Хуан открыл дверь и вошел. Хуан Тиньфу был ошеломлен на мгновение, когда увидел, что вошел Линь Хуан. Очевидно, он не ожидал его. Все еще занят? Линь Хуан взглянул на многочисленные документы, которые проецировались из его кольца сердца империи. Он внезапно подумал, что у этого мужчины была нелегкая работа. Есть кое-что, с чем мне нужно разобраться, ответил Хуан Тиньфу и внезапно остановился. Он удивленно спросил. Мастер-император, ты уже перешел на уровень императора? Да, совсем недавно, подтвердил Линь Хуан с широкой улыбкой. Я думал, что тебе понадобится от недели до полумесяца, чтобы ты смог отправиться на охоту за теми монстрами. Я не ожидал, что ты сможешь все сделать настолько быстро. Похоже, Хуан Тиньфу уже знал, что Линь Хуан покинул династию рано утром. На этот раз переход был довольно плавным. Линь Хуан не планировал объяснять свою систему совершенствования, которая отличалась от обычной, поскольку Хуан Тиньфу не должен был знать об этом. Сколько тебе нужно еще времени, чтобы все это закончить? Может вместе поужинаем? Сегодня я не смогу все доделать. Я завершу завтра. Я слышал, что появилось новое место для барбекю, и оно просто потрясающее. Ты говоришь о Бигге барбекю? Они действительно потрясающие, ответил Хуан Тиньфу. Обычно они позволяют клиентам готовить на гриле самим, но у хозяина есть особый соус. Существует четыре вкуса. Не острый, слегка пряный, среднепряный и экстра острый. Они открываются только после 18.00, но люди-люди могут простоять в очереди несколько часов. Их бизнес процветает. Неужели там действительно настолько хорошо? Линь Хуан стал еще более взволнован, услышав это. Скоро сам все увидишь. Их соусы восхитительны, сказал Хуан Тиньфу и выключил проекцию. Затем он спроецировал свои контакты. Я позвоню владельцу и забронируют нам столик. В противном случае нам придется стоять в очереди от 1 до 2 часов. Когда Хуан Тиньфу завершил разговор, они покинули офис. Вскоре они прибыли в ресторан Бигге барбекю. Было почти 19.00. Перед рестораном выстроилась длинная очередь. Там было около 40-50 человек, и все они ждали свободных мест. Но как только они прибыли, к ним вышел и поприветствовал сам владелец. Он провел их в вип-комнату на третьем этаже, которую только что освободили. Хозяином был лысый мужчина средних лет, пухлый и добрый. Однако Линь Хуан чувствовал, что этот парень был превосходным. Хотя он был только на уровне священного огня, тем не менее он был превосходным. Мы рады, что мастер-император посетил наш скромный ресторан. Очевидно, владелец узнал Линь Хуана, как только они встретились. Приготовьте для нас все самое лучшее. Покажите мастеру-императору свое мастерство, с улыбкой попросил Хуан Тиньфу. Линь Хуан думал, что наконец-то сможет сам нарезать мясо, но в конце концов это сделал хозяин. Он просто улыбался, пока они наблюдали за беспорядочными навыками владения ножом. Хотя владелец был довольно хорош в этом, он не считался подходящим мастером клинка. Судя по его причудливому способу нарезки мяса, Линь Хуан мог сказать, что он был из тех, кто стремится к элегантности. Такой человек, скорее всего, потерпит неудачу в боевом, да, из-за отсутствия у него усилий постичь истинной боевой, да. Но Линь Хуан не стал ничего говорить о его навыках. Он мог бы указать на его ошибки, если бы хозяин был совершенствующимся. Однако этот мужчина, похоже, покинул круг совершенствующихся и теперь жил нормальной жизнью. Учитывая это, он, скорее всего, не захотел бы слушать Линь Хуана. Естественно, владелец выглядел идеальным, если не считать его чрезмерно фантастических навыков ножа. Он начал готовить вторую партию мяса на гриле после того, как первая партия была готова. Линь Хуан сунул в рот первый кусок жареного мяса. Немного пожевав, на его лице появилось странное выражение. Съев первый кусок, Линь Хуан торжественно засунул второй кусок мяса в рот. Он положил столовые приборы после того, как съел второй кусочек. Парень посмотрел на хозяина, который готовил вторую партию жареного мяса. Сэр, а откуда ты взял соусы? Хуан Тинь Фу был удивлен, увидев, что Линь Хуан так серьезно задает этот вопрос. Что-то не так. Ответь мне, Линь Хуан поднял руку, чтобы Хуан Тинь Фу пока помолчал. Его глаза по-прежнему смотрели на хозяина. Кто дал тебе рецепт этого соуса? Хозяин отложил то, что делал, и в панике начал объяснять. Мне его дал парень, когда я управлял своим рестораном в седьмом дивизионе. Линь Хуан немедленно просмотрел фотоальбом в своем кольце сердца империи. Наконец, после долгих поисков он спроецировал фотографию. Это был он, похоже, но на этой фотографии он еще ребенок. Молодой человек, с которым я познакомился, выглядел старше, нервно сказал хозяин, глядя на фото. Где именно ты встретил его в седьмом дивизионе? Снова спросил Линь Хуан. Зимний город. Когда это было? Более трех месяцев назад. Ты можешь подробно рассказать мне, что произошло, когда вы встретились? Расскажи мне все, что помнишь. Постарайся ничего не упустить, попросил Линь Хуан. Хозяин не стал отказываться, вместо этого он кивнул и начал рассказывать историю. До этого у меня был ресторан в зимнем городе в седьмом дивизионе. Дела шли неплохо. Три месяца назад этот красивый молодой человек пришел в мой ресторан и съел почти все, что я приготовил на целый день. Когда он потребовал счет, то сказал мне, что моя еда неплохая, но соусы невкусные. Этот парень сказал мне, что у него есть рецепты соусов для барбекю, которые он может дать мне бесплатно. Однако я должен был пообещать ему одно. Открыть ресторан барбекю в императорском городе первого дивизиона, рядом со штаб-квартирой династии. Сначала я подумал, что этот парень сошел с ума или что он просто мошенник. Однако он достал соусы, приготовил для меня порцию жареного мяса и заставил меня попробовать их. Я съел только один кусочек и согласился с его условием. После этого он дал мне рецепты и ушел. Договор об аренде ресторана, который я тогда снимал, подошел к концу, поэтому я собрал свои вещи и сразу приехал в императорский город и начал готовить эти соусы. Ты знаешь того парня, о котором он говорит? Хуан Тиньфу не мог не спросить. Если я не ошибаюсь, он должен быть мне братом. Линь Хуан решил, что это, скорее всего, был Линь Сюань, потому что вкус мяса на гриле был ему очень знаком. Хотя соусы стали намного лучше, Линь Хуан узнал, что они приготовлены по рецепту Линь Сюаня. Что еще он тебе говорил? Подумай хорошо. Может ты что-то упустил? Линь Хуан снова поднял голову и многозначительно посмотрел на хозяина ресторана. Ах, да, он сказал кое-что еще после того, как дал мне рецепт. Он сказал, что если император династии однажды придет в мой ресторан и спросит о нем, то я должен ответить вот что. Не думай обо мне, не ищи меня. Однажды мы обязательно встретимся. Не думай обо мне, не ищи меня. Однажды мы обязательно встретимся, повторил Линь Хуан, слегка нахмурившись. Глава 1154. Выбор хорошего времени. Изначально Линь Хуан просто хотел поговорить о делах с Хуан Тиньфу и угостить его ужином. Юноша не ожидал, что его так удивит ресторан барбекю. Он был потрясен, когда неожиданно услышал о Линь Сюане. Прошло три года с тех пор, как он видел Линь Сюане. Хотя парень пробыл с ним и Линь Синь всего полгода, Линь Хуан относился к нему как к члену семьи. На самом деле Линь Хуан пытался найти его более двух лет, но безуспешно. Он ничего не знал, кроме того факта, что Линь Сюань отправился в начальные земли. Линь Хуан наконец ощутил облегчение, когда услышал, что Линь Сюань появился в зимнем городе, где они когда-то жили втроем. По крайней мере, он был еще жив, и он все еще помнил Линь Хуана и Линь Синь. Что касается того, что Линь Сюань заставил владельца ресторана сказать, то он сделал это из-за того, что хорошо знал о текущем положении и ситуации Линь Хуана. Чтобы Линь Хуан не тратил свои усилия на его поиски, он попросил владельца ресторана передать сообщение. Не думай обо мне, не ищи меня. Однажды мы обязательно встретимся. Он хотел сказать Линь Хуану, что нет необходимости тратить силы и время на его поиски. Он, естественно, появится, когда решит, что пора встретиться. Было понятно, что эта встреча должна будет произойти довольно скоро. Линь Хуан кивнул, услышав слова, которые ему просили.